Всем привет! Здрасте! Я вам представляю нового члена нашей команды. Его зовут Роман, фамилия Сеидов. Да, это я. Да, он такой. Его специализация, в первую очередь, это кинезиология. Поэтому он сегодня нам будет вещать по травмам. Ну, друзья, кинезиология, во-первых, это, надо сразу сказать, что это наука о движении. Не путать с кинезиотерапией. Кинезиотерапия – это больше детище товарища Бубновского. Можно к нему спорно относиться, можно принимать, можно не принимать. Я бы не принимал. Я бы не принимал, я бы тоже. Есть к нему некоторые вопросы. Кинезиология, прикладная кинезиология – это новое течение. Оно является, наверное, синтезом модуальной медицины, китайской народной медицины по аккапунктуре. И ортопедии, что очень важно для нас, предупреждение травм и, собственно, восстановление мышечного баланса. Да, ребят, по ходу дела, если вопросы будут какие-то возникать по поводу мышечных болей, по поводу какого-то дисбаланса или какого-то дискомфорта, который вызывается при движении, можете сразу писать, задавать. Если это будет в презентации, то я скажу, что мы об этом поговорим. Если это актуально, то отвечу сразу же. Наша цель – еще и предупредить какие-то расстройства, которые могут возникать в организме. Поэтому задавайте вопросы. Так, что я хотел сказать по этому поводу. То, что данная тема, она не то, что очень актуальна, она всегда будет актуальна, потому что в спорте как ни крути, то есть как бы ты аккуратен не был и грамотен, ну, без этого никак. Вот так вот получается, что просто кому-то травмы приходят раньше, кому-то травмы приходят позже, но они приходят. И от этого нам, к сожалению, никуда не деться. Поэтому нам нужно знать кучу всяких аспектов для предупреждения травм. То есть, каким образом делать профилактику, на что обращать внимание. Так что нам Роман сегодня все расскажет. Информация будет очень нужная и интересная. Вот, так что едем. Такой вопрос сразу вам. Кто ощущает боль во время выполнения упражнений? Да, то есть есть какое-то упражнение, которое вам либо дают наши кураторы, либо которое вы делаете сами в тренажерном зале, да, возможно. И вот ощущается конкретная боль во время выполнения. Врачи либо говорят, что все нормально, да, либо вы еще не ходили к врачам и не знаете своего диагноза. Просьба дать знать или отписаться вот по этому вопросу. Мне кажется, у многих такие ситуации были. То есть ты приходишь к врачу, у тебя, например, болит спина, он говорит, блин, да там все нормально. Массажист говорит, там все, получается, прощупывает все мягенько, никаких спазмов нет. Там МРТ говорит, что там никаких нет грыж, ни протрузий, ничего. Но боль есть, и никто тебе ничем помочь не может. То есть вот такие моменты часто встречаются, у меня, по крайней мере, такие моменты были. Поэтому вот по таким ситуациям мы подписываемся в чате. Да, бывает даже такое, что есть боль, продиагностирована, диагностирована грыжа, прооперирована, грыжа удалена, боль осталась. Такие варианты тоже, к сожалению, бывают, интересно узнать. Это как бывает, у тебя уже ноги ампутировали, но у тебя болят ноги. Самтомная боль называется. Иногда, да. В данном контексте здесь как раз боль была не в грыже, вот чем парадокс. Ну, парадокс. Так, боль броня логистом, аналит. Ну, после приста это понятно. То есть это, как правило, из-за положения штанги на плечах. То есть штанга у нас жестко не лежит на плечах, стремится укатиться. Мы держим его больше руками. Брахиалис у нас перегружается. И из-за этого мы ощущаем, так как у нас брахиалис крепится к плотевой кости, из-за этого мы ощущаем боль. То есть она как раз идет не в суставе, а как раз таки снаружи, то, что вы описываете. Такой вопрос, а у кого постоянно что-то болит, да? То же самое. Нет тренажерного зала, нет вообще занятий. Может быть, и рад был приступить к занятиям, но болит так, что вот беспокоит прямо. Непонятна причина. Причина понятна, но непонятно, как ее решить. Такие тоже бывают варианты. Я думаю, у многих тренеров есть такие подопечные. И у многих, в принципе, вообще людей, знакомых такое есть. К сожалению, распространены достаточно часто сейчас. Вот болит лопатка, да? Если роликом прокрутить, то проходит. Вот. Тоже важный момент. На счет того, что болит бывает, что окна помыл человек, там, да? И у него заболела поясница из-за того, что неестественное положение было. Для него это неестественное. Ну, вот. Один раз прокрутил, помогло. Ну, и хорошо, и забыл, да? До следующей помывки. Вот. Но бывает так, что оно болит постоянно. Вне зависимости, там, от деятельности, да? Там, лежа болит, сидя болит. Мы потом будем об этом говорить, потому что локализация – это очень важно. Еще важно положение, в котором боль наступает. И положение, которое боль купирует, да? То есть хорошо бы, допустим, при дальнейшем сотрудничестве, когда мы будем говорить уже о конкретных ваших проблемах, вот прямо личных, максимально точно описать, при каких положениях боль возникает, чем купируется, когда рецидивирует, когда ухудшается, когда улучшается положение, да? Это тоже очень важно в диагностике. А диагностика, как известно, это уже, ну, там, ну, если не половина лечения, то хотя бы знать, в каком направлении двигаться. Вот. Давайте знакомиться. Мы ведущие. Ну, и начнем с меня. Вот. Для тех, кто меня еще не знает, вот таких у нас только у нас было. Нет, наверное. Был один человек всего лишь за всю историю наших вебинаров. То есть, поэтому все-таки расскажу немного себе то, что... Меня зовут Юрий Белкин, в первую очередь. Что я являюсь чемпионом и рекордсменом России, Европы и мира IPR. Ну, уже не являясь, а был рекордсменом, так как после дисквалификации все рекорды обнуляются. То есть, неважно, когда ты их поставил, там, 10 лет назад и тому подобное. Вот. Это первая. Также я являюсь обладателем самой большой тяги в России. Это 440 килограмм без экипировки. И также победитель крупных турниров американских. Это Boss of Bosses, 3-4 и US Open прошлого года. Меня зовут Сидов Роман. Я являюсь коллегой Стаса и Юры по тренажерному залу. Я являюсь тренером и кинезиологом в клубе Олимп. Закончил национальный университет фитнеса, начал работать. Потом получил повышение квалификации элит-тренера, да, от лица ученого фитнеса. Участвовал в семинарах «Здоровая спина», «Современный стрейчинг» от фитнес-стандарта. Я являюсь членом Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации. Там же я получил основу кинезиотейпирования, да, получил сертификат по этой теме. Вот, если кинезиотейпирование интересно, будем поустарненько еще какой-то, затронуть некоторые вопросы из этой темы. Вот, массажист. И учусь, и работаю в Институте клинической прикладной кинезиологии в Санкт-Петербурге. Для кого наш новый мастер-класс? Да, в первую очередь для тех, кто запутался в море бесплатной информации. Как у нас все время говорят, зачем нам за что-то платить, все есть в интернете. Дофига, что есть в интернете, согласен. Вот, но куча всякого шлака на самом деле. То есть, как правило, это около 90% минимум. Вот, поэтому нужно уметь фильтровать всю информацию. А человек, который умеет фильтровать, это только лишь тот человек, который знает эту информацию. Поэтому, если ты ее не знаешь, то ты в любом случае будешь, скажем так, как минимум в замешательстве. Вот, то есть, что выбирать, а что не выбирать. То есть, что сортировать нужно. Также, если ты очень долго восстанавливаешься после тренировок, то есть, у тебя есть какие-то проблемы с восстановлением, либо перетренированностью. То есть, бывает, не знаю, кто-то думает, что я не восстановился, это правило травмы еще бывает. Вот, потому что мышечная боль, это не мышечная боль. Или наоборот, он думает, что это его уже позвоночник высыпается, а это все мышечный дисбаланс. Такие варианты тоже бывают. Вот, восстанавливаем баланс, уходят боли, и грыжа, кажется, не при чем. Бывают такие ситуации тоже. Также, если тебя беспокоят травмы мышечные боли, ты не умеешь вставлять планы тренировок и готовиться самостоятельно к соревнованиям. И такие, как бы у нас, в принципе, таких большинство. То есть, мало кто может заниматься самостоятельно. То есть, даже если брать какие-нибудь типовые планы, то есть, не у всех получается их применять, либо кто-то сначала применяет, нравится, потом отказывается. Как правило, это по причине восстановительных процессов, либо еще чего-то. То есть, либо, например, твое здоровье, например, у тебя проблемы со спиной, с коленом, а план, например, просто сделан под идеального человека, то есть, спортсмена по сборнику, который не знает, что такое. Недосып, недоел и тому подобное. Поэтому данные вебинары вам помогут. Также, если твои результаты встали, ты не знаешь, как он направлен двигаться. То есть, да, есть у нас люди, которые занимаются, например, там, три года и считают, что, типа, все, мой резерв исчерпан, организму нифига подобного. За три года там, не знаю, еще можно черпать и черпать. Вот, то есть, полный бред. Поэтому нужно просто более грамотно и серьезно идти к тренировочному процессу, к технике и к восстановительным процессам также. Поэтому мы идем дальше. Также, если ты новичок, ты хочешь совершить меньше ошибок в тренировках и более быстро достичь результатов, то есть, это тоже не очень маловажный момент, потому что у новичков всегда есть преимущество. То есть, ты пока еще жив-здоров, свежее мясо, скажем так, вот, и поэтому тебе, у тебя преимущество, то есть, самое главное, то есть, ты можешь сделать все максимально грамотно, выстроить таким образом, чтобы не травмироваться, потому что травмы – это наш самый главный антагонист, антагонист, скажем так, в плане роста, результат. Вот, как только мы травмируемся, оно приходится не то, что делать один шаг назад, и два, и три, и десять шагов назад. То есть, поэтому кто-то думает, типа, вот, там откат, не откат. На самом деле, просто травма беспокоит так, что ты вообще реально ничего не можешь делать. Вот, потому что при болях, или при иннонервных болях, то есть, у нас, получается, нейромышленная связь блокируется, и ты не можешь максимально вкладываться. То есть, твои мышцы, в принципе, то есть, естественно, нейромышленная связь блокируется, и, то есть, мышцы также блокируются частично. То есть, ты максимально не можешь вкладываться. Также, если ты хочешь повысить свой уровень подготовки к соревнованиям, и максимально раскрыть свой потенциал. И, если ты тренер, и хочешь повысить свою квалификацию, то есть, знать больше, повысить свой уровень знаний, соответственно, что положительно скажешь на твоей дальнейшей работе. Так как, если чем больше ты знаешь, и, соответственно, преподносишь эти знания, клиенты на это реагируют, это раз. И, во-вторых, соответственно, по результатам клиента. смотрят. То есть, если у них есть результаты, значит, тренер не такой уж и дурак. Поэтому так же либо остаются, либо еще подтягивают своих знакомых и, соответственно, тебе это так же в качестве бонуса, то есть финансового бонуса выливается. Ну, кто о нас сейчас узнает впервые? Ну, о Роме понятно. О Роме понятно. Да, что только мои клиенты знают или те, кого принимал. Юрия знают много. Может, да, кто-то все-таки есть, кто не знает. Если в течение 10 секунд никто не напишет, что такие люди есть, то мы идем дальше. Да, мы будем считать, что Юрию знают во всемирном. Ну, это так оно и есть. Нет, всемирно не во всемирном. Мне кажется, даже есть какие-нибудь пауэрлифтеры, которые не знают обо мне. Можно, ну, там, начинающие какие-нибудь. Поэтому хотелось бы дальше рассказать об истории нашего пути. Это мелкий Белкин на изображении. Вот. Здесь мне 15 лет. Это мои первые соревнования, где я выступал в 2005 году. Если я все правильно помню, нет и неправильно помню, в 2006 году. В 2006 году висока категории до 60, еще раз повторюсь. Вот. Здесь у меня жим не видно, но, скорее всего, это был где-то 67,5 килограмм. Вот. На экипировку прошу особо внимания обращать. У нас тут кто-то выступал и в спортивных костюмах и в штанах. Вот. Далее это мой присед. Вот. Вот. Даже вон, видите, цепочка разрывается от объема шеи. Вот. Также, а здесь как раз я только начал заниматься, здесь мне 12 лет. Вот. И делаю я жим гири. Ну, по-любому там 16 килограмм, не больше. Что-то можно в 13 лет поднимать. Это тоже свежая фотка. Так. И что касается меня, также и моей истории. И много о себе расскажу. Вот. То есть, пришел я в зал в 1014 году. Нет. Не в 1014, а в 1014. Оговариваюсь. Сразу проверка на внимательность. Что значит меня соседи кормили? Кирилл. Это наш ученик. Вот. Который, по крайней мере, скорее всего, супертяж. Вес я у него точно не узнавал. Но по объему он большой. И говорит, что меня не кормили. По сравнению с того, конечно, меня не кормили. Вот. Далее. В 1014 году пришел в возрасте 13 лет. Это было 16 сентября, как я помню. Вот. То есть, пришел в зал. Кроме как ежедневных прикидок в жиме и качания бицепса я ничего не делал. Ну, иногда вот гирьку поднимал. Да, 16 килограмм. Почему только правой рукой? Левой. Зачем? Вот. Левая не пригодится. Правая же сильнее. Можно больше толкнуть. Да, левая у меня все время восстанавливалась. А правая тренировалась. Получается, занимался хрен знает как на протяжении четырех лет. Вот. Потом на протяжении трех лет, когда я поступил в универ, занимался чуть лучше, чем хрен знает как. Вот. И только когда я уже сменил тренера, вот, который у меня был при моем университете. То есть, ушел к Байславу Максимовичу Четине в 2011 году. И там у них, то есть, все пошло поперло. То есть, я стал абсолютным чемпионом России среди юниоров в 2012 году попал в сборную России по юниорам. Впервые выступил на чемпионате мира по юниорам в Польше в 2012 году, в августе. Стал вторым, уступив по собственному весу американцу, который меня выиграл. Далее, в 2013 году я также выиграл Россию по юниорам в экипировке и без экипировки. Стал членом сборной экипировочной и безэкипировочной среди юниоров. В 2014 году я был самым молодым членом сборной, уже мужской сборной, то есть, 23 года. Я уже был в составе сборной нашей. Стал чемпионом мира по классике с мировым рекордом в сумме. И также я стал серебряным призером чемпионата мира в экипировке. Поиграл первое место в Долганюку. Украинцы. И далее 15-й год. Год моей дисквалификации. И дальше я, соответственно, шел в альтернативу. И с 2016 года, то есть, вы уже дальше обо мне, в принципе, все знаете. То есть, началось с Суперкука Титана, в принципе, где поднял тонну 130. Вот. И тем самым стал третьим. Вот. Он говорит, кто почему-то не пошел на... Не добавил два с половиной килограмма и не стал вторым. Вот. Потому что мой конкурент, который занял второе место, обошел на два с половиной килограмма. При том, что он весил там, не знаю, на сколько. На тридцатку больше. Вот. Ну, у меня была цель поставить рекорд в тяге, который не состоялся. Но, тем не менее, для меня это было важнее, чем второе место. И для меня всегда важнее результат, чем призовые места. И далее 418 в тяге через неделю в Сэкстоне. И все, в принципе, пошло поехало. Дальше даже рассказывать не буду, в принципе, как все было. Это все можно найти в интернете. Кто-то уже, в принципе, и так знает. Таких, скорее всего, большинство. Иначе бы, скорее всего, вы бы сейчас не сидели и не смотрели бы нас. Вот. Поэтому, как-то вот так. Да. Ну, это моя трансформация в фитнесе, где я из дрыща стал дрыщом побольше. Вот. Ну, собственно… Открыл волосики на груди. Да-да-да. Вот. Вот. Но, как бы, я, бывает, проставился в нашем кругу там тренеров, наверное, не за это. Вот. Вот где я учился. Началось все с Национального университета фитнеса. После которого я стал работать в Аликсфитнес в городе Ростове-на-Дону. Вот. И столкнулся сразу с проблемой мышечных болей у клиентов. И к тому, что все они какие-то стали попадаться кривые. Ну, это все ребята. Это, конечно, кривые, не кривые. Но какие-то дисфункции начинали проявляться, да, там. Либо человек уже приходил с какой-то проблемой, которую надо было либо решить, ну, либо отправлять его домой. Вот. Либо в процессе тренировки, да, он чувствовал какой-то дискомфорт в определенных упражнениях, которые тоже надо было решить. Вот. Потом я учился в фитнес-стандарте, участвовал в семинарах. Закончил лицеученный фитнес, как элит-тренер. Вот. Уже тогда в Ростове я стал открывать для себя прикладную кинезиологию, да, как способ вообще восстановления, способ улучшения показателей, способ избавления, там, от травм и предупреждений их, соответственно, да. То есть некоторые вещи мне вообще казались абсурдными, там, как это может быть такое. Вот. Вот. Наука новая. Наука в России еще не признана официальной специальности, но в скором будущем, думаю, признана будет, как и остеопатия. Вот. Потом я учился в Российской Академии Ассоциации по реабилитации больных-инвалидов, да, там, закончил тренирование, учился в неврологе отделе Щегловой. Вот. И, конечно, институт клинической прикладной кинезиологии, который дал мне много и продолжает давать еще, там, без знаний. Вот. Вот люди делают действительно большие вещи, великие вещи, просто, наверное, чудеса с другой стороны, хотя ставят на ноги, поэтому какие чудеса. Да, все. Это было даже. То есть, у меня того, что насколько раз это нейромышечная связь, то есть, абсолютно хорошо чувствую, например, могу выключать какие-то ненужные мышечные группы, могу включать то, что нужно, само собой. Вот. Но если у тебя какой-то уже, то ведь пошла асимметрия, там, разворот таза и тому подобное, то есть, ты уже, как бы ты ни старался, дровно сесть симметрично, реально идеально симметрично, не получится. То есть, при попытке как-то выровняться, ты также просто подключишь другие компенсации, вот, которые также потом выльются боком. Ну, да. Поэтому тут обязательно нужно все как-то более глубоко копать, а не так, как, например, просто садись ровнее. Да. То есть, не всегда это работает. Да. Но есть такие люди, которые просто не хотят садись ровнее. Да, да, есть. Поэтому не нужно, да, этим людям сразу говорят, да, вот я стрел с имнатом Белкина и Романа, вот, и поэтому… Мы сейчас тебе… Не потому, что я такой тупой, а потому, что вот у меня и компенсация есть. Да. Есть, конечно, да, момент там нервной мышечной связи, когда человек первый раз приходит, не поймет, что от него нужно, но бывает уже ставится задача, да, какая-то конкретная, и, там, не получается симметрично, либо одна нога перегружается, либо, вот, там, у многих такое бывает, что, там, после тренировки ног болит одна ягодица больше, другая ягодица меньше, да, и, соответственно, бывает и визуально они выглядят так же, одна больше, другая меньше. Ну вот, фотография с семинара. Вот, ну, мы сразу, можно сказать, что успеем поделиться только частью информации, вот, поскольку время ограничено, информации много, но даже не в этом дело. Важно ее начать поднедрять, а иначе не будет в ней смысла, вот, также важно сказать то, что мы можем проконсультировать вас, конечно, дистанционно, но не все вопросы, как мы дальше покажем, могут так диагностироваться просто на словах, да. То есть человек может сказать, да, там болит спина, болит спина на приседе, болит, там, проблем, может быть, связанных с этим очень много, это может начинаться, там, от сублюксации позвонка или фиксации, и, там, заканчивая, там, органом, поражением, ну, не будем пугать, да. Вот, это примеры, да, когда мы тейпируем плечо, вот, слева, да, там, салатовым тейпом заклеены обе головки бицепса, да, и еще фиксация его, для того, чтобы не было ущемления субокромиальной сумки, вот, нет, у человека просто болело плечо, так скажем, и так выглядела наша аппликация, собственно, боли, после этого не было, да, мы усилили диафрагму, усилили подосную мышцу, вот сбоку видно, вот, и потянули бицепс кверху, об этом будем говорить, почему так нужно было сделать и для чего, да, тоже тут отзывы есть немного, там, Елена написала отзыв, хороший, мы с ней занимаемся реабилитацией, позаберем от сустава после замены, есть тоже отзывы Валентины, у него с коленями были проблемы, мы решаем эту проблему, и вот справа, там, заклеенный качок, вот, у него проблема была... С головой первого, очень, поэтому все отзывы можете сделать с клина экрана и их прочитать, и мы не дальше что-то делать. Да, все верно. Да, прогрессировать, развиваться и улучшать свое здоровье, вот для этого люди занимаются спортом, фитнесом и идут, собственно, на это дело. Да, но как защитить себя от травм, самый вопрос актуальный, самый важный, человека, если пугать на входе в клуб, то, что он может где-то заработать травму, у него вообще пропадет желание чем-либо заниматься, да, вот, поэтому заниматься нужно правильно, безукоризменно следовать указаниям тренера, работать в правильно отработанной технике, да, о чем Юрий говорил, да, ставить сразу правильную технику уже с учетом особенности своего организма. Да, но это при условии, что твой тренер нормальный тренер, потому что у тебя бывало такое, что, например, у человека было лучше, а он застал делать хуже, потому что он считает это нужным, то есть у него такое видение. Или потому что его так тренировали, как бы... Да, или потому что он делает так же, и поэтому, да, как правило, так всегда и происходит, то есть, но мне же работает. Ну да, и все. И поэтому всякие безопоснования, там, удобно, происходит то, что происходит. Подходите с умом к выбору тренера, друзья. Травму легче предупредить, чем лечить. Да, это действительно так и есть. Сразу замечайте на себе какие-то дисфункции в том плане, что вот, блин, плечо болит вот здесь, не делайте через боль, значит, если болит спина вот здесь, подумайте, чем это вызвано, да. Да, прежде чем, там, одевать поясы собачьей шерсти, да, там, на эту спину, и чтобы она, там, отдыхала больше. Подумайте, в чем ваша техника неоптимальна, в чем дозировка нагрузки неоптимальна. В общем-то, постарайтесь определить причину, докопаться до причины, чем оккупировать болевой синдром. Вот, и такой, сразу, небольшой интерактив. Я услышал эту фразу в институте остеопатии, мне очень понравилось. Она звучит примерно так, что здоровье – это абстракция. А что не абстракция, вы, пожалуйста, сейчас укажите. Это два слова, то есть, что на самом деле такое здоровье. То есть, если нет здоровья, то здоровье такое, как вот, там, абсолют, как что-то эфемерное такое. А что здоровье, что есть, если не здоровье, как понятие? Если реально, то есть, четкого понятия, там, термину нет. Ну, да, 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 качество жизни пишут. Ну, наверное, да, кстати, в чем-то верно. Но, там, два слова, вот, они такие, может быть. Подастны. На качество жизни влияет количество денег. А говорят, что здоровье детей. Деньгами не купишь, да. Так что, поэтому это подали за разум. Да, там два слова, как бы, и они, вот, такие, не на слуху, скажем так. Отсутствие боли. Ну, отсутствие боли, так говорят врачи. Что, вторичное. Да, но отсутствие боли, а как же скрытые патологии, да? Вчера не болели. Ты выпил обезболиваешься, что ты здоров. Ну, да, да. Убрал себе томатику, причем, но не убрал. Ладно, отвечаем на вопрос, что и нет здоровья, да, есть ресурсы у человека, есть адаптации. И это, на самом деле, глубокая фраза в том плане, что ресурсы, когда нам хватает наших ресурсов и адаптаций, мы, можно сказать, здоровы, а мы адаптированы к окружающей среде, к той нагрузке, которую мы прикладываем к организму, да, там, присесть там столько-то, там, пожать столько-то. У нас хватает на это ресурсов и адаптаций, да, сколько ресурсов у 20-летнего парня и, там, у 60-летнего, там, дедушки, да, то это понятно, что и восстановление разное будет, и, там, травмы, если они вдруг появятся, то один легко перенесет, а другой не очень. Это вот вопрос к ресурсам, да, как раз. У каждого организма они свои. И адаптации, которые, они накладываются на эти ресурсы, да, сверху. А человек тренируется, у него повышается адаптация. Не тренируется, она ухудшается, да, там, и к окружающей среде, и к иммунитету, в плане иммунитета, в том числе, там, да. Вот. В тело человека есть единство, да. Нельзя смотреть, как бы, в холистической медицине современной уже никто не смотрит одно отдельно от другого, да. Все знают, что стопы там связаны могут у нас там фасциально и функционально, чуть ли там не с затылками, а с глазодвигательными мышцами, например, там, да. Вот слева видите значок прикладной кинезиологии. Вот он такой у меня на майке прямо. Вот. И в нем есть треугольник. Треугольник здоровья. Так его назвали, потому что он связывает с собой структуру, структурное здоровье, химическое и эмоциональное. Химическое – это все, что относится к биохимии, да, к нашим дезорганизациям в области биохимии. То есть, например, там, интоксикации получены или какие-то проблемы с ЖКТ, и в том числе сюда все входит. И, конечно, психологические, да, там, все знают, что когда психологическая травма, да, там, притренд не поможет, грубо говоря, да. То есть, психологический человек подавленный не может в полную силу заниматься, да, он вообще-то в полную силу жить не может. Да, в психологии вообще-то решающий фактор. Да, да, да. То есть, причем она как бывает, как излечивает, так и калечивает людей. Угу. Вот, то есть, сначала… Смотря какой притренд пишет. Да, сначала там, получается, психологические у тебя травмы, и потом начинает уже… Или у вас, может, даёт на гормонального, он потом, соответственно, да. К правилам наводанного, в первую очередь, сказывается. Связь, да, связь очень серьёзная, очень глубокая. Очень прямая. Да. Да. И справа вот вы видите тенсегрити, это вот является знаком некоторых там ортопедических организаций там за рубежом. Она представляет собой структуру, состоящую из жёстких и эластичных структур, и как бы символизирует собой тело человека, потому что всё взаимосвязано в нём, да. У нас там нельзя взаимодействовать на какую-то отдельную часть, не оказав влияния на всё остальное. Вот. И вот мне нравится тоже высказывание Эндритейла растило с невоположника остеопатии, что если вы наступите кошке на хвост, вы услышите мяуканье с другой стороны. Вот. И реально так, да, можно не ставить опыт. Но вопрос локализации боли часто очень сильно удалён от её причины. Вот. И в этом суть. И в этом как бы наша и проблема, допустим, удалённого консультирования, что не всегда можно понять причину только по описанию симптома. Необходимо очень приём. Иногда. И иногда нужно понять, там, на причине может быть, там, опять же, там, позвонок, орган, или тот регион, или эмоция, допустим, какая-то, которая уже давно забыта человеком, его сознанием. А подсознание помнит, тело помнит, допустим, и в случае чего, там, всё время вступает в дезорганизацию с остальным телом. Например, там, человек, травму получил на каком-то движении. Теперь он где-то делает движение. Он уже эту травму забыл, а тема тела его помнит. Вот. Так что всё у нас взаимосвязано. Нельзя лечить отдельно, там, правую руку, там, отдельно, левую руку отдельно, новую, там, отдельно. Всё взаимосвязано. Всё комплексно. Вот. И яркий пример тому, обратите внимание, вот здесь на рисунке изображены лестничные мышцы, да, мышцы шеи. Вот. И изображена отражённая боль от них. То есть, когда дисфункция вот эти мышцы, вот красно нарисовано там, где будет болеть. И кто бы из вас подумал, да, что болеть может чуть ли там не палец на руке, а причина может быть вот здесь, на лестничных мышцах, мышцах, дополнительных мышц вдоха, мышцах, которые участвуют в движениях шеи. Вот. Собственно, ну, это яркий пример того, что не там болит, не там надо разминать, не всегда, где болит, да. А когда надо, мы вам расскажем. Другое название прикладной кинезиологии – это функциональная неврология. Да, потому что вот Дэвид Лив, кинезиолог из САТОВ, он рассказывал, какой случай, когда к нему привели пациента, который жалуется на то, что он не может держать ручку в руках, вот у него тремор возникает. Причем врачи говорят, что все нормально, все вполне исследования, все говорят, что все хорошо. И Дэвид Лив тогда посадил его на стул и сказал, «А как вы сидите за столом-то? Почему ручка-то выпадает? В такой позе». И он сел, скрючился, Дэвид дал ему ручку, она у него сразу выпала. Он тогда спросил, «А вам в какой позе МРТ делали?» И тот показывал, что он лежал на столе, как бы рассказал, и когда он лежит на столе, в общем-то, у него все действительно нормально, да. Но есть вскрытые дисфункции, которые появляются в конкретном положении, в конкретном, именно в конкретной постуре, в конкретной позе, при конкретном движении, там, да. То есть, человек никогда ничего не болит, но он посидит, он в электричке, да, там, и заболит, вот, обязательно. Когда прямая спинка, да, там, и начинается боль. Такая клиентка тоже у меня есть, вот. Уже ничего не болит. У нас такие все пау-лифты, мне кажется. Вот. И здесь наяркий пример того, что асимметрия регионов, например, может влиять, как она вообще диагностируется, и как она может нас обманывать иногда. На первой картинке стоя, мы видим асимметрию границ, да, вернее, стоя, нормально все. Присел человек и асимметрия заметна. То есть, слабая звена у человека, таз. Да, и проблему нужно искать в тазу. Несмотря на то, что он ему придет, скажет, что, блин, шея что-то клинит, что-то там тут не так, здесь не это. Но визуальную диагностику не обманешь. Ну и вот. Это главный инструмент ортопедов, мануэлик-терапевтов, вот, кинезиологов, естественно. Сурава на картинке и наоборот, да. Да, слабая звена нижней конечности. Сидя человек, свет превосходно чувствует. Полная асимметрия регионов, да. У него все нормально. Но он встанет и начинается. Что-то у него там болеть. Или походит, например. То есть, это очень важно. И боль в спине, сидя, этиологически отличается от боли в спине приходи. Это нужно понимать, да. Что функциональная диагностика, дифференцирование, да, позволяет нам разделить идею, что на самом деле в дисфункции и что нужно лечить. Да, если человек, оно стоя, то походит, болит поясница, нужно осмотреть стопы, в первую очередь. Ну и вот. Это, пожалуйста, тоже учитывайте. Вот если будете присылать примеры, там, с чем проблема, чтобы ответить на вопрос, ну, коротко. То есть, в какой позе имена, и что процесс, чтобы купировать. Пример, например, например, плоская стопа. Вот. У кого нет плоскостопа, и у всех. Но вопрос опять же, у кого-то хватает? Да, у Ивры нет. У кого-то хватает адаптации на те задачи, которые он ставит, тренировочные, например, или по жизни, а у кого-то не хватает? Мы видим, как простая пронация стопы, да, то есть, воплощение свода медиального, ведет к тому, что голень начинает поворачиваться вовнутрь, да. Идет смещение там таранной кости, большеберцовой кости, идет вот красный, может, отмечено, где, возможно, будет болеть, да. Несмотря на то, что мазать колено фастунгелем будет бесполезно, надо будет смотреть стопу. Вот. И вот дальше такой каскад изменений тоже из одной стопы наглядно он продемонстрирован, да. Вот если слева смотреть, да на каждой картинке, в принципе, видно, что идет завал колена вовнутрь, вальвусная деформация колен, идет завал, поворот вовнутрь тазобирменного сустава, да. Соответственно, средняя ягодичная будет все время в диком спазме пытаться удержать всю эту конструкцию от завала вовнутрь. Возможно, развитие сколиоза, да, из-за того, что поясничная мышца будет укорачиваться, вот. Мало того, меняет свое положение таз, да. Таз наклонится вперед, рефлекторно расслабляется у нас мышцы живота, ягодицы расслабляются, вот. И девочка машет махи, да, там, в кроссовере, а качает поясницу, там, благополучно, которая так в спазме. Или у такой девочки, или у мальчика, девочки, не знаю. Да, уже мальчик попкачает. Да, у мальчика тоже попкачает иногда, да, все нормально. Бывает у такой девочки спазм поясницы, да, вот, как видно на крайней картинке справа, что лордоз присутствует серьезный, да, а она приходит, мне нужно поясницу закачать, а то она болит, да, можно попросить ее рукой дотронуться до этого места, а там спазм дикий, там, наоборот, мышцы тянут ее так, чтобы удержать посту ранен, ну, чтобы удержать положение-то, да. Думаешь, да нет, не нужно тебе гиперэкстензи-то делать, то есть, зачем тебе, тебе нужно искать причину, да, и убирать причину, поясница расслабится, и все, и не будет у тебя ничего болеть. Вот. Поэтому, такие моменты важны. Кто-то вот спишет, да, там, у меня плоская стопа. Да, ну, плоскость стопы мы тоже поговорим, какие упражнения можно для этого делать, чтобы это исправить. На самом деле, в моей практике есть случаи, что, там, и просто человек выпрямлял плоскостопие, действительно, ну, на это надо будет, правда, потратить свое время и энергию. Вот. Но это возможно, и повышается адаптация в целом. Вот. Но, опять же, этим нужно заниматься. И вот самый крайний случай, да, там, почему это может привести к косметрии полной региона, да, то есть если адаптации конкретно не хватает уже, сакроэлиита может, может, и люмбага, и шиас, все что угодно, болеть шея, болеть, там, голова, раскалываться, все, все пошло не так, да, и все из-за стопы, да. Такому человеку можно разминать шею до упада, ну, вот, и ничего не размять, потому что проблема другого региона. Вот. Нужно изготовить стельки, пишут. Да, иногда да, иногда ортопеды прописывают стельки в рамках адаптации, иногда спортивные врачи прописывают стельки именно на конкретное упражнение, на соревновательное, да, например, тоже это все индивидуально. Не всегда стелька является решением проблемы, да, потому что если нужна сила задней большой операционной мышцы, мы будем об этом говорить, и нужно, чтобы она держала как стременей свод, то нужно будет ей заниматься, она должна держать, это как корсет, да, или корсет одел, ну, вроде как ровно, да, корсет снял и загнул еще хуже, там мышцы наоборот расслабились. Какие-то, и какие не надо. Вот, что такое триггерная точка, да, это участок повышенной чувствительности, вот, в пределах мышечного уплотнения, который болит, есть у нас триггерные точки, которые активны, они болят сами по себе, то есть человек приходит с болью, вот, если мышечная боль, это часто вот триггерная точка сам по себе, да, он болит, то есть, ну, источник, источник этой боли, триггер определенный, то есть, триггер, это как еще спусковой крючок, да, который может после нагрузки появиться, вот, какой-то, чрезмерный, вот, то есть, мышца локально уплотнилась, есть активные, есть пассивные, ну, или латентные триггерные точки, которые болят при размнании, вот миофасциальный релиз, вы уже слушали такую лекцию, или слышали об этом слове вообще, словосочетание там, да, и вы знаете, что если мышцы раскатываются легко, да, то есть, ну, приятно, да, а есть те мышцы, которые раскатываются болезненным достаточно, то есть, или человек приходит на массаж, говорит, блин, мне такой массаж сделали, такой болючий, ну, да нет, массаж-то нормальный, массажист знает, что одним болючее, то, что другим вообще ни о чем, да, просто у тебя настолько мышцы забиты триггерными точками и локальными такими уплотнениями, что они у тебя просто очень сильно начинают болеть, из-за этого. Это собственная болезнь мышц, она вот как бы не классифицируется как болезнь, но, как болезнь является фибромиология, не буду про это сложное слово, но, это уже такой случай тяжелый, вот, есть фасции, для чего нам это знать, потому что мы будем говорить о фасциальном укорочении, триггерных точек, фасции это такие, как целлофан на всех мышцах, он нас связывает все органы, все мышцы друг с другом, как вы знаете, у нас одна мышца никогда сама по себе не работает, она всегда, это какой-то конгломерат мышц включается, да, из чего потом выявлены были миофасциальные цепи, да, по майорству, с которыми работают многие кинезиологи, вот, фасции у нас составляют, и они выстилают полость органов, с чем работают остеопаты, например, да, тоже по фасции, по ходу фасции, они чувствуют, где, каком можно, дискнуться, вот, и паттерны отраженной боли, да, есть триггера точка, есть в мышце триггер, у триггера точка, и вот, да, и есть отраженная боль, то есть, не всегда триггер болит там, где нажимаешь, бывает отраженная боль, когда она активная, и совсем тоже в другом регионе, например, в головную боль, головная боль напряжения, очень часто, очень сильно замешан миогрегистр, генный фактор, то есть, болят мышцы, болят мышцы, отражаются на голову, отражаются на затылок, у человека, кажется, что ему мигрень, да, вот такая трапециевидная в мышце, вот, средняя внизу, картинка, у человека кажется, что у него конкретно мигрень, там, да, но, такой случай у меня тоже был, в практике, мы разминаем, тригген точки трапециевидной мышцы, там, там, измечены крестиком, и боль это уходит, так, на данный момент, скажите, дайте обратную связь, все понятно, или ничего не понятно, о чем-то там остановиться, может, там, заумно, может, наоборот, скажите, слишком просто, и так все это ясно, да, нифига не понятно, Юрий, вот, непонятно, может, кому-то понятно, все понятно, потому что часть ее, послышит, ну, да, нормально пишет, плюсы, какую-нибудь рюмочку бы коньяка, было бы более понятно, мне кажется, да, нормально, норм, окей, всегда ты в таких обстоятельствах находишь общий язык, собеседника, да, без этого, в итоге не разберешься, да, 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 и картинки симпатичные, симпатичные, да, вот, соответственно, мы тоже-то вам дадим, как скриншот, или как отдельный файл, потом, паттерны отраженной боли, по которой вы сами можете диагностировать примерное расположение триггерной точки в мышце, и применив там, прессуру, то есть надавливание, да, на этот, или глубокотканный массаж, вот, вы можете эту точку инактивировать, да, опять же, мы разберем случаи, когда это нужно делать, когда это не нужно делать, тоже будет в голове, то есть это крайне частый фактор, нам, в котором человеку, тут не тяжело тренироваться, либо там, не испытывать дискомфорт, почему у нас дисбаланс мышцах шеи, вообще с ним шеи целая проблема, у многих дисбалансах, и она крайне, и огромный каскад ведет за собой, потом патологии, на все тело, там, начиная с плечей, почему там человек побретит плечо, его сразу отправляют делать МРТ шеи, такое часто тоже бывает, потому что выходы из спинномозговых нервов, которые будут иннервировать мышцы плеча, находятся в шее, шейно-грудной переход, в общем-то, если там что-то неладное, то плечо можно разминать, хоть до упада, да, тоже ничего, никого толка не будет, мышца не реагирует, мышца нарушена проводимость нерва, вот, почему же так получается, что у нас голова уходит вперед, да, у многих, не у всех, но у многих достаточно, одни мышцы укорочены, оказывается, другие растянуты, и третьи в спадме, да, не потому что человек любопытный, что он хочет рассмотреть, да, или не видит там, да, кто-то не сидит, например, там, у человека проблемы с шеей, он таким образом сидит, и смотришь, что-нибудь там напротив тебя, где-нибудь в метро, ты такой, ничего смотришь, да, догопаться, а так бы сказал бы сразу, ой, я знаю твою проблему, сейчас это все сделаю, у нас есть то, что вам нужно, да, все, вот, из этого положения головы, которое мы, допустим, при работе на компьютере, при определенных видах работ, да, там, на работу с бумагами, работать со столом, голова уходит вперед, идет наклон, да, серьезный, как бы, смещается от центра тяжести, он уходит вперед, при этом длинные разгибатели шеи расслабляются, а короткие находятся в спазме, да, то есть, как уж он же, у головы ушло вперед, но ему нужно не вниз смотреть, а нужно на монитор, и короткие подзатылочные мышцы оказываются в спазме, вот, если вы положите даже руку легко так на затылок, закройте глаза, попытайтесь глазами подвигать, вы почувствуете легкое движение, это движение мышц, на самом деле, коротких, коротких ротаторов, и глубоких мышц шеи, которые участвуют у нас очень во многих движениях, даже движениях глазами, вот, рефлекторно, то есть, о чем мы, к чему это я, потому что, когда человек смотрит все время в монитор, да, у него, эти мышцы находятся в одном положении, они, трофика ткани, их ухудшается, они не функционируют в полную меру, соответственно, тут тоже может быть проблема, и в данном случае у человека будет наблюдаться головные боли, и все время бы хочется размять затылок, вот, что с этим дело, тоже скажем, вот у нас ритм жизни, кстати, да, который провоцирует такую дисфункцию, мы все либо в телефоне, причем, чем ниже телефон, тем сильнее на кон головы, из этого, или чем хреновит из линия, тем также ниже на кон головы, то же самое, кстати, да, и чем хреновит телефон, например, вот, так что не жоптись на телефона, купайте телефоны подороже, да, нормальный телефон с большим экраном, и его держать нужно так, как справа, справа внизу картинки, да, то есть не провоцирует этот вот наклон вперед, особенно длительной статики, вот, допустим, какое еще значение, как может это быть связано, допустим, в результатах там базовых упражнений, да, очень серьезно, человек сидит АБК, да, потом приходит в зал, ему говорят, держи лордоз, держи тут прогиб, тут там че, а у него организм вообще не знает, как это делается, он так никогда не делал, он все время разойдется в кресле так, что у него там таз ушел куда-то вперед, там сидит на копчике, естественно, для него такая нагрузка, его тело непонятно, он к этому не привык, ничего не понимает, и, в общем-то, мало что получается, мало того, там средний шейный отдел у нас в кинезиологии, он связан с мышцами таза, и там, если проблема в среднем шейном отделе, то, возможно, будет плохо работать, включаться движение, большие ягодичные мышцы, это на уровне рефлекса, вот, забегая вперед, так скажу, что, поэтому, бывает, что ягодицы не накачать, из-за того, что шея, шея проблема, вот, но об этом тоже, с головой, ну, или с головой, да, вот, вот тоже вариант, отраженный в точке шеи, как они могут выглядеть, соответственно, вот у нас первая картинка, это слева человек, да, полная, ну, высокая картинка, это верх трапециевидной мышцы, который тоже похож на мигрень, из-за спазма трапециевидной мышцы, вот, мышца поднимающая лопатку справа вверху, вот эта мышца, кстати, если у кого зажимала утром, так что голову не повернуть, бывало такое, вот, это, как правило, она, да, потому что она-то из-за особенностей своего крепления, из-за особенностей своего крепления, вот оно видно, она крепится к подречным отросткам и позвонков, и когда она в спазме, то поворот в эту сторону, или противоположную, начинает очень сильно ограничиваться, по словам физиологов американских, она вообще очень редко была в спазме, одна с одной стороны, и бывает так, что она бывает и с одной стороны, и какая-то дисфункция с другой, вот, и у человека утром моему голову не повернуть, ничего никак, и вот, собственно, вот такая проблема, и это все из-за нее, да, из-за чего, из-за чего такое происходит, например, человек любит ходить, там, держа сумку в одной руке, да, трапециевидная мышца устает, поднимающая лопатку, чувствует, что ей нужно включиться, вот, перегружается, такой вариант возможный тоже, человек все время делает, держит там трубку в одну, ну, такой же, реже, видно, но иногда бывает, да, не один вопрос по поводу записи, то есть, как можно посмотреть, к сожалению, у нас не предусмотрена опция, то есть, у нас только получают запись те, кто, кто просматривает лебинар до конца, к сожалению, так, вот, ставь включенную запись, да, оставь трансляцию, ты будешь помечен, как добросовестный зритель, вот, и тебе, соответственно, вышли записи, вот, то есть, ты можешь просто быть онлайн, скажем так, хотя бы для этого, то есть, если тебе реально действительно это нужно. Да, то есть, соответственно, у нее еще связь, какая связь, у нее есть с широчайшей мышцей спины, да, любимая всеми, там, качками, вот, на самом деле, когда, с этой широчайшей что-то не так, либо она в слабости, либо она там не включается из движения, то мышцоподнимающая лопатка, как антагонист, начинает укорачиваться, да, вот, поэтому, если такая проблема рецидивирует, вам нужно что сделать, вам нужно там, где крестики нарисованы в презентации, там, да, это вот триггерные точки сами, и их размять, посредством там, мячика теннисного, либо какого-то там, предмета круглого, там, к стене прислониться, да, вот, соответственно, по ходу этой мышцы, вот этой ленты, подстараться ее размять, основные две триггерные точки у нее, вот они отмечены, вот, отраженная боль, там, может доходить до затылка, на самом деле, тоже, исходя из мест крепления, вот, и заниматься укреплением широчайшей мышцы, которая будет тянуть обратно лопатку вниз, собственно, тоже еще некоторые упражнения провоцируют ее спазм, это жим гантелей, сидя, если плохо работает сама дельта, и человек тянет весь ключевой плейс вверх, и шраги, да, любимые, когда трапеция не выводит, например, и начинает тянуть там все подряд, там, все мышцы, которые только можно, вот, шраги вообще не знаю, зачем они? Ну, не знаю, кому-то нравится. Нет, в пауэрлифтинге, например, шраги, я всем, то есть, получается, беру, чтобы они их не делали, потому что, из-за гипертонуса, у нас, получается, уменьшается мобильность верхнего плечевого пояса, ну, да, да, что увеличивает амплитуду тяги, вот, за которую вы так все время боретесь, ну, да, получится, выше-то надо, то есть, ты пока там делаешь, для каких-то там, непонятных понтов, то есть, стоить троих этих шрагов, не всем ясно, вот, что как-то у тебя там больше вот так все смотрелось, там, по туши, мышцы на сне, вот, то есть, пока ты качаешь одну, теряешь результат в другом, в данном случае в тяге. Ну, да, в результатах. Да, синдром верхней апертуры грудной клетки, сложное название, вот, верхнюю картинку вы уже видели, да, это отраженная, и тригганной точки отраженная болезнь лестничных мышц, а мышцы эти у нас участвуют в, в наклонах шеи, в сгибании шеи, и в вдохе, это вспомогательные мышцы. Часто человек, когда на нервах, он начинает дышать неполной грудью, или у него дисфункция, если диапрагма, мы об этом тоже поговорим, эти мышцы перегружаются, они часто болезненные при пальпации, да, там, если пальцем дотронуться, то неприятно такое возникает. Вот, и в чем, и в минус там, да, их, в том, что они провоцируют компрессионный синдром, они могут пережимать нервы плечевого склетения, вот, таких людей часто не имеют пальцы, особенно вот мизинцы, и то, что зеленым цветом внизу нарисовано, это как раз он на иннервации локтевого нерва. Вот, там пережимаются, эти пальцы не имеют, если не имеют, можно смело предположить, что локтевой нерв пережимается на уровне лестничных мышц шеи, на самом деле у них там есть, где еще пережиматься, но, как правило, это вот синдром верхней апертуры грудной клетки. Вот справа на картинке нарисовано вот что, да, там лестничные мышцы, потом под ключицей, и под малой грудной проходит нерв, и везде он может пережиматься, на самом деле, а все виной, к тому же та же поза сгорбленная, да, и когда мы сидим за компьютером, когда мы сидим в телефоне, у нас это вся внутренняя ротация там, да, повернута, мышцы в дисбалансе, компрессионные синдромы, и, соответственно, сами подумайте, что если у вас такое вдруг получится, будет у вас хват сильный или не будет, потому что нерв просто импульс не дойдет, вы можете предплечье там респондером закачаться просто, вот, но если нерв где-то пережат, если иннервация сосудов или еще там подключичная вена, подключичная артерия может пережиматься какими самыми структурами, то, соответственно, хват будет тоже от этого страдать, это будет страдать. Короче, если ты не будешь тянуть, не говоришь, что ты слабый просто, потому что там нерв пережатый. Да, да, да. Ну, на самом деле, да, иногда это может иметь место быть. Кто-то пишет, что получается столько информации, то есть, нереально запомнить мне профессионалов. Вам не нужно всю эту информацию запоминать, вам нужно уловить логику. Да. мышление, то есть, в принципе, все построено на логике. на самом деле. То есть, если ты, не нужно это все изучать, главное знать хотя бы поверхностную анатомию. Ну, да, представлять, что где работает. Вот. И, соответственно, в случае, если вы сами вот себя смотрите, да, при выполнении упражнений, и явно что-то не то, то есть, вы учитесь анализировать собственные движения, учитесь потом понимать, а что же здесь не так, да, почему мне вот здесь вот больно, здесь неприятно, здесь меня не имеет, здесь не имеет. Вот. И, исходя из этого, сделайте выводы, собственно, как из того, что мы вам и рассказываем. Да. Какой, еще раз, еще не договорился с этим, там, какой вариант-то, держать спину прямо нужно, держать шею, уинспекать переднего наклона головы, разминать шею, всегда, перетреневка, я не имею ввиду, там, борцовский мост, и все извращения, там, да, которые можно придумать. Вот, тренировки. Но, стретчинг этих мышц, мышц лестничных, мышц шеи, и положение удержания ее ровно, стараться, по время, там, работы, во время настроить так, что рабочее место, чтобы у вас не провоцировалось вот это вот положение, да, вперед голова, он не уходил, а чтобы ни в шее не возникала нестабильность, и чтобы была правильная осанка. Вот, очень много травм можно этим избежать. Туда же, туда же можно отнести проблемы с плечами, да, с плечами у многих проблемы, и часто диагностируется на том, что нарушен, изначально, нарушен был плечо-лопаточный ритм. Это движение плеча, его кости и лопатки, и их взаимное переключение, да, то есть сначала у нас при отведении, допустим, участвует плечевая кость, да, потом на каком-то этапе получается лопатка, и дальше они уже идут вместе. Вот вы сами можете, допустим, на каких-то движениях проанализировать, вам, а левой, левой, правой рукой, там, поднимать легко, или по-разному вы ощущаете, то есть объем движения у вас нормальный, или чувствуется где-то затруднение, потому что тендениты, бурситы, длинные головки, надрывы надолстной мышцы часто изначально имеют природу это неправильная фиксация в протаторной манжете плеча, да, и нарушение вот этого ритма, плечо-лопаточного ритма. Вот мы слева видим биомеханика написана, да, и написано, сколько мышц участвует это еще не все, а просто в отведении плеча, да, не просто дельта сама по себе. Вот. Неправильное положение лопатки из, опять же, сутулости, к примеру, может это провоцировать, потому что плечо ушло вперед, да, там уже кромеон вышел тоже вперед, при отведении плечевая кость начинает втыкаться в кромеон, да, не нарушается игра от этого суставов, вот, и у человека начинает там болеть, и он думает, ну ничего, что-то расхожусь, нормально будет, да нет, нормально не будет, вернее, будет на время, кровообращение улучшил там, а потом так же начало болеть. Вот, опять, еще одна картинка плечо-лопаточного ритма, да, о том, как он устроен, как у нас двигается лопатка и плечевая кость вместе, да, что должно-то совпадать, а не, плечо поднимается, лопатка на месте, да, да, если лопатка будет на основном месте, а плечевая кость будет движение, то у нас начинается перетираться. Да, и перетираться будут проблемы. В чем, какой вывод можно взять? Стабилизаторами лопатки тоже нужно заниматься, да, поэтому те упражнения, которые вас распрямляют, да, если вы чувствуете, что вы сидите часто в неправильном положении, там, дома, на работе, и вам потом приходите в зал, а вам нужно делать там серьезные, тяжелые, базовые упражнения, там, из паурифтинга, потрудитесь тоже поработать над ромбовидными мышцами, то есть все тяги со сведением лопаток, то есть то, что нас разворачивает обратно, вот, все тяги, которые будут вовлекать мышцы спины среднего его отдела, середина трапециевидная, середина и низ, в общем-то, трапециевидная, да, то есть то, что будет нас разворачивать назад и будет стабилизировать лопатку, да, это тоже очень важно, вот, и стрейчинг тех мышц, которые спланы к укорочению лестничных, да, как мы сказали, там, то, что поворачивает лопатку вперед, там, малогрудная мышца, вот, это тоже нужно соблюдать, вот, кроме того, у нас наблюдается внутренняя ротация больше внешней, потому что мы все в девайсах, мы в телефоне, либо в компьютере, у нас плечо во внутренней ротации уже, да, мы только еще пришли в зал, а у нас такая вот дисфункция есть, вот, соответственно, из-за этого потом нарушается, опять же, ротаторная манжета, которая должна была удержать плечо, да, там, не дать его улететь вверх при отведении, она не срабатывает, да, это слабость подлопаточной мышцы и слабость мышцы подосной, да, вот, написан период плечи лопаточной, где видно, что красным отмечена длинная головка бицепса и надосная мышца, которая может болеть, да, и они и будут болеть, потому что нарушена вот эта игра в составах. Вывод какой-то, а, кстати, вот, опять же, да, триггерные точки и отраженные боли, вот, то есть нам, чтобы наружную ротацию укрепить, да, то есть что у нас в напряге, то есть мы все во внутренней ротации, мы должны сначала размять эти мышцы, то есть те, которые наружу отводят, а потом их уже сделать небольшую гимнастику на их укрепление. Вот, с левой стороны это надподосная мышца, да, ее отраженные боли, вот, кто-то задавал вопрос, что болит возле лопатки, а это вот, кстати, очень похоже на триггерную точку с подосной мышцей, как слева внизу нарисовано, да, вот тоже можете сделать скриншот, делать миофасильный релиз, тоже с помощью мячика, например, вложили к стенке, вот, и, знаете, обычно очень болезненная она, потому что дисбаланс в плечах у многих и является, вот, но очень часто болезнь, болезнь на разных этапах проблемы плеча проходит, вот видите, от надосной мышцы как раз локализация по передней поверхности плеча, и это очень часто бывает. надосная мышца тоже бывает вовлечена в этот процесс, да, тем, что она не срабатывает вовремя и бывает болит, бывает болит отраженная боль по соединению плеча, это тоже проблема надосной мышцы, справа вот написаны триггерные точки и их локализация, собственно, разминаете и будет улучшена у вас функция наружных ротаторов и игра плечо-лоплаточного сустава, все ли понятно? Пишите, дайте какую-то обратную связь, что там быстро, медленно, заумно, не заумно, слишком просто, слишком сложно. Да, заумно? Или все понятно? Да, да, заумно, да, сложно, или да, не сложно. Так, выключите, прессию, дальше пойдем. Все понятно, ну, реально, да, многих либо тейпом, да, усилием, допустим, подвозные мышцы при боли там в плече, если на ранних этапах, это реально можно там предупредить разминанием, тейпированием, например, и, собственно, проходит боль, правильно срабатывает ротаторная манжета, там можно не доводить до тендента и для воспаления бурсы, всего такого. Ну, да. Мы стараемся, максимально, элементарно вам здесь снять информацию. Вот. Если что-то невероятно, где-то я скажу более простым словами. И да, и самое главное подлопаточная мышца, самая противная из всех физиологи американцев говорят, что это восстановление вообще, в принципе, у вас зависит в большей степени восстановление после плечо-лопаточного периартрита и после дисфункции плеча в целом. Самая главная мышца, которая должна удержать плечевую кость от ее втыкания в акромион, это подлопаточная мышца. Понятно, что ее дублирует, но болезненно у многих и она как раз укороченная у большинства. вот, потому что идет внутренняя ротация, а это ее функция, внутренний ротатор, да, там, просто пример, допустим, такой, недалекий, пришла ко мне женщина, которая сказала, что она кондитер, она проводит, ну, у нее стали проблемы проявляться с плечом, а она кондитер и по долгу службы, она находится в таком положении, то есть у нее рука здесь, и, соответственно, печенье там, что-то делает, находясь во внутренней ротации, вот, да, то есть длительное время у нее был большой заказ, и на эту мышцу просто перегрузила, так вот она не смогла, оказалась неспособна там, отводить руку, там, больше, чем 60 градусов в сторону из-за спазма этой мышцы, да, и сгибание тоже перед собой очень сильно ограничилось, вот, мы там занимались этой мышцей, восстанавливали ее, и потом все пришло в норму, вот, так что мышцы это мало, а вот следующий слайд, как раз покажу, что подлезть под нее тяжело, конечно, да, мышца глубокая, внутренняя, болезненная очень сильно, как бы, правило, никаких миофасальных релизах там, про нее особо не говорят, то есть ее можно косвенно растянуть, просто ведя руку, да, но так очень много мышц будет растягиваться, кроме нее, и возможно, не вообще не дойдет, да, 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 вот, то есть подлезть можно так, под нее, с помощью напарника, плечо выдвигается вперед, да, и по внутренней поверхности лопатки, где она находится, кто-то спрашивает, у нас правой стороны, да, нет, не с правой стороны, то это в конкретном случае, правой стороны, если у вас слева, это слева, нет, что-то может пишеть, все подвижение, а, ну, да, поделал, то есть как нам туда-то копать, вот, отодвигается плечо, да, на себя, просто, чтобы человек расслабился максимально, и вот фрессура, мы додавляем пальцем на эту мышцу, ждем расслабления, человек сначала болезненно, потом человек чувствует расслабление этой мышцы, и вот по внутреннему краю мы проходим, еще раз покажу, где у нее триггерные точки, да, находятся, вот, если ребра удалены, собственно, да, то мы видим, что это достаточно глубоко, но возможно, это у нее как раз отраженная боль сзади плеча, да, если плечо болит сзади, то ее включение вот этой мышцы в проблему, оно достаточно серьезное, можно предполагать, да, диагностировать, еще для нее характерно, конечно, боль вокруг запястья, вот, отраженная опять же мышечная боль, вот, вот, хорошо, какие, вот, упражнения для наружных ротаторов, чтобы нам об этом передостеречь, да, можно начинать свою тренировку, там, или плановый поход в зал, там, с укреплением наружной ротации в кроссовере, да, вот таким образом, как вот парень делает, да, вот, либо с правой картины стороны нарисован сразу вариант жгутом, где мы обе руки выводим наружную ротацию, вот, его держим, главное тут не перекрутить чересчур, да, потому что подосная как правило слабая, да, мышца, и если мы чересчур ее пережмем, мы ее просто перегрузим, поэтому где-то до прямого угла отведения, да, вот этой рукой вот, и мы можем тренировать наружные ротаторы плеча, убирая тем самым дисфункцию вот этой вот дисбаланса манжеты, вот, также мы раскатываем грудной отдел на ролле, вот, там где у нас позвонки шейно-грудного перехода, ну, саму шею, конечно, катать не нужно, но шейно-грудный переход можем дадить, это C5, C6, C6, C7, 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 T1, это позвонки, где как раз выходы нервов идут, которые инервируют нас эрротаторным манжетом, вот, чтобы лучше нас позвонки кого делали? шейного, C это шейного, T это грудного, вот, и вот здесь еще на вторых людей спрашивают, да, я знаю, что ты знаешь, нифига я не знаю, вот, и на второй картинке у нас встречен большой малогрудной в дверном проеме, и тут, в принципе, относится тоже, ну, больше к тому, что перед этим рассказывали, но, в общем, тоже, да, то есть, убирать этот синдром верхней апертуры грудной кирки, убирать всю туласть, вот, и не забывайте тромболидные мышцы, да, и все, что нас разворачивает назад, просто в рамках, не в рамках закачивания, там, да, а в рамках того, чтобы убирать этот дисбаланс, который уже имеется у человека, только он пришел в зал, вот, предплечье, и, как, эпикандилиты, да, которые научно называются латеральные, идеальные эпикандилиты, это воспаление сухожилий, чаще у бодибилдеров, или тех, кто много работает предплечьем, связано с тем, что у нас длинные и короткие разгибатели запястья, и разгибатель, по-моему, пальцев, длинный разгибатель пальцев, на ней вот крепится вот этому отростку, который красным отмечен, и вот он бывает очень сильно болезненный, здесь тоже, видите, крестиками отмечены триггерные точки, их отраженная боль характерная, вот, хорошо с этим справляется тейпирование, ну, или миофасальный релиз этой зоны, соответственно, да, охват бывает тоже, руки сами разжимаются, да, методов много, вот, случаев много, все индивидуальные, но есть вот это общие моменты, которые называются, кстати, подругое название, локоть теннисиста, хотя по статистике, там, теннисисты точно так же этим страдают, как все остальные, вот, но в воле, волосности, локти, это вот чаще всего вот эти проблемы, которые, разумея, триггерные точки, вы можете повлиять на это, ну, и, соответственно, предоставить речь себя от воспаления, конечно, когда уже воспаление, не тренироваться, лучше сделать перерыв, не тренироваться какое-то время, провести терапию, там, в том числе, там, и ударно-волновую, и массаж, там, этой зоны, и, после этого, уже после отдыха, когда будет восстановлена, болезнен, фактора не будет, начинать тренироваться. Вот, и вот так вот мы плавно к воле в пояснице перешли, да, и боль в пояснице очень частая проблема у многих, очень, да, людей, которые приходят заниматься или не приходят заниматься, поясница болит и стоя, и сидя бывает, и лёжа, и с утра заклинивает, и бывает заклинивает, там, при ходьбе, идёт, идёт, и вдруг под концу дня, там, разболелась поясница. Вот, всё это чаще всего, боль в пояснице, связанная с подвздошной, поясничной мышцей, да, вот, особенность её крепления, вот видно красным, отражённая её боль, на картинке, в правом верхнем углу, там, да, вот, она всегда будет вертикальная, это очень важно, потому что мы будем говорить про квадратную мышцу поясницы, а у неё боль горизонтальная, да, то есть у неё характерная для неё боль, распространяющаяся по горизонтали. Возвращно-поясничная боль вертикальная, болит может с одной стороны, может не дифференцироваться, может кажется, что болит вся поясница, вот, чаще всего, человек, когда находится в позе эмбриона, боль уменьшается, то есть, когда он колени поджимает, допустим, да, или там, когда, значит, в большинстве случаев. особенности места её креплений, да, к поясничным позвонкам, они влияют на то, что при спазме с одной стороны, когда она спазмируется с одной стороны, и достаточно долгое время, например, если этим не заниматься, может возникнуть грыжа, потому что она крепится и к поперечным отросткам, и к телам позвонков поясничных, соответственно, в противоволожную сторону от спазма там может образовываться компрессия. Вот, отражённая боль бывает ещё на ноге, да, чаще всего позвучно-поясничная задействована с одной стороны как сильная, с другой стороны как слабая, то есть, с одной стороны гипертонус, да, что называется, с другой стороны гипотонус, то есть, она слабее, чаще того, очень частая проблема у водителей, вот, потому что у них ноги в разном, ну, как бы, не в разном положении, но они полусогнутые в тазоберемном суставе, и мышца становится укороченная сам по себе, а укороченная мышца уже провоцирует это одно из факторов для развития в ней триггерных точек, да, там, не с локального уплотнения. Вот, мы видим ещё, что она связана с передним наклоном таза, да, как в левом верхнем углу. Таз наклонен вперёд, да, избыточный гиперлордоз, пасунка изменилась, подошно-поясничная, можно сказать, что находится в сокращении. Вот, вот такого человека будет болеть поясница, но сколько он бы не закачивал, она, скорее всего, так и продолжит болеть, потому что мышца это, будет видно дальше, нижний перекрасный синдром, это другое название у неё, да, мышца эта, она на гиперлордоз экстензии вообще не участвует, вот. Видно в левом нижнем углу, что когда человек сидит, она вот в каком положении находится укороченном, тянет позвоночник вперёд, да, такое положение лучше избегать при боли в спине, вот этого характера такого. Соответственно, сочетается это со слабостью ягодичных мышц, когда ягодицы у нас слабые, то по антагонизму просто подвозно-поясничная становится укороченной, и со слабостью мышц живота. Да, то есть нижний перекрасный синдром стандартно выглядит вот так, как нарисован. Болеть у человека может и спина, и всё на свете, но проблема будет там. Что делать? Стретчинг. Стретчинг подвозно-поясничной мышцы нам в этом поможет. Два варианта. Вариант в выпаде, да, когда мы стараемся удержать таз ровно, а корпус наклоняем вперёд. Соответственно, в данный момент левая подвозно-поясничная мышца тянется. Да. А второй вариант лёжа на кушетке. Одну ногу мы согнули, прижали к себе, а вторая нога спокойно опускается вниз, и мы стараемся так, чтобы она пустилась ниже параллели. Кстати, это один из тестов на укорочение, да, если вы ложитесь на кушетку или на спину, так как на второй картинке, она нога вниз не опускается, да, и находится в подвешенном состоянии, то, скорее всего, у вас наблюдается и укорочение. Второй вариант более удачный, потому что в первом очень сложно контролировать таз. Да. начинает просто выворачивать, и начинает просто выворачивать, там, и там за ногой идёт, вот это делать на кушетке, на какой-нибудь скамейке. Да, всё верно, контроль, ну, это уже, как бы, если человек знает, где эта мышца находится, и знает функцию, как она, что она делает, он может проконтролировать примерно это движение, чтобы оно растянуло правильно, если нет, тогда второй вариант более предпочтительный, в таком случае, да, вы откровенно растягиваете воздушно-поясничную, то есть, восстанавливаете её нормальную длину, что, конечно, надо вместе с укреплением ягодичной мышцы, да, то есть, к её антагонизму. Вот такая связь у неё есть с бедренным нервом, и связи с болью в колене, кстати говоря, да, то есть, вот, видно, что она сидя укорочена, такая картинка, вот так её пальпировать можно в положении сидя. Вот, мышца глубокая, мышца сильная, мощная, и она проходит по паховой связке, и паховая связка вот нарисована справа, да, на схематичном рисунке, и под ней сразу проходит бедренный нерв. Почему это важно? Потому что, когда человек, когда у человека она укорочена, воздушно-поясничная мышца, она все структуры, которые под паховой связкой начинает прижимать к этой паховой связке, возникает компрессия и в том числе бедренного нерва, и латерального кожного нерва, и артерий бедренной, и других структур. Для чего нам это важно? Потому что боль в колене очень часто бывает источником именно эту причину, имеет причину именно эту. Вот, то есть бедренный нерва сажат под паховой связкой, колено становится в дисфункции из-за того, что такой дрицепс перестает получать правильную иннервацию, да, и прямая бедра, прямая высота бедра в том числе. Соответственно, мы стараемся не допускать длительного пребывания в положении сидя, сильно согнутым бедром, да, и стараемся сделать стретчинг для того, чтобы эту поясничную мышцу можно было растянуть и придать ей нормальную длину, и чтобы она не компримировала никакие нервы и под собой под паховой связкой. Вот. Также очень сильно мы стараемся, если кто-то занимается фитнесом и любит качать пресс, зажав ноги, там, или то, чтобы кто-то сел на ноги или зафиксировав ноги, да, то тоже здесь нужно быть внимательным, потому что воздушно-поясничная сгибает бедро, да, а при фиксированном ногах она начинает наклонять позвоночник, то есть сгибать позвоночник. И человеку кажется, что он качает пресс, да, но за фиксацию ногами он цепляется позвоночник-поясничный и позвоночник-поясничный работает за двоих и за прессы, и за, и за себя. И она гипертрофируется, прижимает этот бедренний нерв и у человека начинает болеть и спина и колено в том числе из-за этого. Вот. Поэтому мышцы живота качаем правильно, ноги не фиксируем, не сидим долго с согнутыми тазобленными суставами, вот, и совершаем стретчинг, если она укорочена уже изначально, и ведете неактивный образ жизни. Бой в колене часто связан с гипотонусом мышцы, прямой мышцы бедра, да, часто человек говорит, у меня колено болит, но когда просишь его локализовать, и вот здесь бывают различия, человек может показывать выше колена, может показывать под коленом, может показывать сбоку колено, если проблема дурительная, то есть идёт мышечный дисбаланс между ослаблением прямой мышцы бедра, допустим, либо одной из головок четырёх главой, идёт смещение надколенника, и из-за неправильной нагрузки, да, которая прикладывается туда, то идёт может и надрывы сухожилий, истончение тканей, и хондромаляция, и многое другое, да, и бочиной может быть тонусный дисбаланс, да, вот, соответственно, триггерная точка, да, от прямой мышцы бедра, которая имеет характерную боль на колене, вот, в области колена, собственно, разминая её, если есть проблема колен, и вы чувствуете, что то она пройдёт, то она проходит, то она ухудшается, попробуйте сделать, размять её по прямой мышце бедра, вот в этой точке конкретно, если она болезненная, вот, ещё такой момент, как бы в этом редко говорят, но проблема колена, редко бывают проблемы колена, как таковой, да, то есть часто это либо дисфункция стопы, либо дисфункция тазового региона. Дисфункция стопы, ну, как угодно, вроде какая-то негласная информация, но если часто допустим человек чувствует проблему в колене, восходя на лестницу, поднимаясь по лестнице, то чаще это проблема бедра тазового региона. А если человек спускается с лестницы и у него болит колено, то чаще это проблема стопы. Вот это негласная информация, но часто такое наблюдается. По проблемам стопы я имею ввиду одну из проблем это опущение свода. Стопа валится вовнутрь, соответственно колено тоже смещается вовнутрь и там идет разница в давлении на мениске и на все остальное. Это можно было бы все предотвратить, не довести до операции. Запущенный случай, но проблема вот была в стопе. Может быть даже человеку такому заменят мениск, но проблема не решится этим и такой человек мне тоже тренируется в олимпина. Была проведена операция, но поскольку стопа как валится внутрь, так и валится, то боли в его рецидивируют. И болит все равно там сухожилие прямой мысли. Вот. Как понятно, друзья? Как у меня, например, ситуация тоже расскажу про колено пока. Все отвечают на чат. Вот, то есть у меня она в принципе до сих пор есть. То есть проблема у меня сухожилием коленники, где прямая вот мышца бедра крепится к коленнику. Рисунки хорошо видно. Вот прямо на стыке друг при прикреплении, где получается сухожилие, у меня боль. Вот, которая мне и приседать не дает, и тянуть особо не дает. Вот даже не особо не дает, в принципе. И даже в жиме, когда ты упираешься ногами, то есть тоже у тебя боль идет. Потому что у тебя в этом состоянии еще сустав раскрытый получается, согнутый колен. Ты пытаешься давить ногами и ничего не получается. Вот. Поэтому в моем случае была такая ситуация. То есть у меня был разворот таза и укорочение бедра. То есть вследствие этого шло. И получается у меня при приседе, если посмотреть, да, фронтально, то у меня вся нагрузка шла на правую ногу. То есть по итогу у меня, получается, и мышца, соответственно, разгибающая сустав, и сам сустав перегружался. Вот. И вот, то есть по истечению там долгих лет, вот, все к этому и пришло. Поэтому нужно обязательно, то есть не забивать на симметрию, вот, если вы сразу же ее заметили, то есть как делал я. То есть я думал, ну, есть симметрия, то есть компенсация, значит, для меня она выгодная. То есть если я с такой компенсацией много приседаю, значит, ну, значит, так надо. Ну вот надо и надо, я сейчас вообще приседать не могу. Поэтому обращайте внимание на все это. Поэтому мы и делаем эти вебинары, то есть наши, по травматизации, чтобы на наших ошибках учились. Все верно. Где тонко, там и рвется, да, если там на одних весах хватало компенсации, да, то есть организм как-то вывозил все это дело, то веса меняются, нагрузки меняются, там к этому добавится какой-то стресс, к примеру. И где тонко, там и порвалось, в общем-то, да, и дисфункция переросла в травму, чего мы не должны, как бы, допускать. Вот вопрос пришел, в каком смысле стопа проваливается. В том смысле, что нарушается и медиальный свод, то есть она становится плоской, да, другими словами. У него нарушен свод, это как вы на, ну, на ненакачанных этих самых шинах едите. Ну, мало того, что вы едите, вы еще и штамгу туда погрузили, ну, вот, соответственно, это вот стопа во внутрь, колено тоже поменяло свое положение, это изменение свод тоже изменилось, как вот на той картинке, которую я показывал, да, но только это не крайний случай, там, а более-менее скомпенсированным, ну, которым, там, критичным регионом оказалось, оказалось колено, да. Пропишет, как у меня ситуация, но пока ноет, нужно постить кинезиолога-остеопата. Да, да. Компенсация, который вам это все выработает, то есть она за один сеанс компенсации убирается, и потом он также советует, то есть какие-то упражнения подводящие нужно делать, для того, чтобы компенсация не вернулась обратно. Ну, для этого, допустим, как Юре, нужна очная больная диагностика, да, чтобы провести там даже в рамках кинезиологии мануальное мышечное тестирование, да, чтобы определить, а сильная ли подвздошная, а работает ли прямая, а не перегружена ли она, да, какие структуры еще могут быть замешаны здесь. То есть, соответственно, на ранних этапах вы должны вот пользоваться тем, что мы даем. Если проблема, конечно, давняя и тяжелая, то не усугубляйте обращайтесь к специалисту. Вот. Разрыв криста обратных связок, да, и это вот проблема, которая, казалось бы, больше относится к футболистам-бегунам, нежели к тем, кто тренируется в тренажерном зале, но на самом деле актуально бывает часто надрывы, часто, кажется, в тренажерном зале. Дело в том, что у нас коленный сустав имеет одну степень свободы, да, там, когда он разогнутый, когда он согнутый, у нас еще может двигаться большая, да, ротация возникает между большеберцовой костью и мучилками бедренной кости, да, то есть небольшое движение там возникает, и вот как раз во время этого движения могут натягиваться и вернуться крестообратные связки. А Дэвид Левкин взял это из США, когда приезжал, он рассказал о том, что каждый день многие владельцы автомобилей совершают движения, которые провоцируют к дисбалансу колена, а именно вот какое, никто не мог угадать, и... Касторму, касторму? Нет, даже не это. Когда входят и выходят из машины, они ставят одну ногу на землю, заземляются, да, да, да. Поставил ногу и повернулся вокруг нее. Я такое был один раз неудачно сделать, как мне прострельнуло вообще от коленей, было неприятно. Вот, как бы, да, тут, кстати, коллатеральные связки опушены, боковые связки расслаблены, да, и вся нагрузка у нас на крестообразных лежит, если там какое-то изменение там в менисках либо о каких-то структурах близлежащих, да, то вот этот выход из залазения в машину с поворотом вокруг оси, да, может сильно усугубить эту проблему. Вот, соответственно, мы, если есть какие-то проблемы с коленями, очень аккуратно в этом моменте обе ноги просто сразу, и туда, и во внутреннюю, и во внутреннюю стараться тоже. Вот, поэтому будьте здесь тоже внимательны, друзья. Вот такой вопрос, с чем связаны эти две картинки, такой небольшой терапик, чтобы не заснули. Вот, с левой картинкой, с правой картинкой, с чем связано? Я надо подумать, с чем связано. Что-то пишут, наказание, ну да, наказание, наказание за что? За то, что ноги не раздвинулось, что ли. Сразу ремень достал. Сидеть нужно прямо. Ну, сидеть нужно прямо, да. Ну, опять же, да. Типа то, что землянись. Сейчас еще какие-то варианты посмотрим. Сидеть нужно прямо, да, но если тело неудобно, вы там, допустим, раз сели прямо, чувствуете, что спина затекает здесь, то нет, а здесь как-то не так. Нужно подумать, почему телу при удобней так. И в данном случае, да, вот какой правильный ответ. А, кровообращение, ну, в общем, да, это связано. Нестабильность таза – главная причина, почему человек сидит нога на ногу, на самом-то деле, да. Да, то есть с точки зрения физиологии, у него пережимаются сосуды, нервы, там, да, полностью клинфооток ухудшается. Но человек так удобно, да, потому что он таким образом, как ремнем, стягивает свой таз, да, то есть у нас по структуре, посмотрите, бедренные кости перекрещиваются на вертлужную впадину, да, в таз вдавливается еще сильнее друг в друга, он становится более-менее стабильным. Вот. И очень часто эта проблема спины, ну, когда проблема спины связана с привычкой сидеть нога на ногу, вы можете пробовать такой эксперимент провести. Когда у вас заболит стена при каком-то движении, возьмите ремень и затяните его на уровне таза, да, то есть не там, где вы, только не на уровне гребней, там, где ремень обычно на себя чуть ниже, на уровне перекосточек бедренных костей. Затяните посильнее и попробуйте еще раз. Как правило, очень часто, если проблема таза, а не спины самой, проблема проходит. Ну, понятно, что это прям диагностический, но вы хотя бы можете понять, да, чем вам работать. Вот. Хотя такую привычку сразу надо исключать. Сидеть нога на ногу. Сидеть, подложить нога под ногу. Потому что все это вызывает асимметрию региона. Да, искричь, а не просто ноги вытягиваешь и скрестиваешь. Да, это тоже уже косвенно. То есть... Это не бедро на бедро кладешь, а голень на голень. Да, я понял. Ну, это тоже давление небольшое возникает. У человека понятно, что компенсировано как-то это, что... То есть у нас так, например, при тяге в сумо, так это сжатие, как бы, производство за счет работы, идти на работу приводящих мышц. А мы еще дальше добиваемся всякими позами и тому подобное. Да, да. Поэтому все время старайтесь, это еще сам все время. И даже сейчас сижу, бывает, хочется ничего-нибудь там, ноги скрестить, еще что-то как-то. Начинаю как бы об этом задумываться и начинаю ставить ноги прямо. То есть, потому что знаю, что если так буду делать, то у меня обратная компенсация вернется. Да, и... Своё колено так никогда не вылечу. Да, наблюдать за собой, за привычкой сидеть нога на ногу, вот, после чего она возникает, всегда ли она, и всегда ли это привычка, или вам реально так комфортно, да, то есть, что именно вы компенсируете. Вот, своим клиентам, которые там имеют проблему у меня с тазом, я имею такую привычку, я прям говорю, там, конкретно, затягивать таз на уровне верталов, чтобы компенсировать этот перекид нога на ногу. То есть, ноги стоят ровно, но оттаз компенсирован. Да, на время пока, но пока мы не излечены, там, и проблемы не диагностируем, это помогает. Вот. Еще тоже наблюдать за собой, иметь ли вы привычку, там, стоять на одной ноге. То есть, на одной ноге, в разговоре, там, или, в истории, раз, а просто, там, человек на одну ногу, да, это тоже свидетельствует от многом, учиться анализировать сами себя. Как правило, человек стоит на короткой ноге, да, то есть, у нас есть укорочение ноги анатомическое и укорочение функциональное. То есть, анатомическое укорочение, когда реально рентген делается, и видно, что одна кость линии другой, основной бедренной, да, там, ну, достаточно редко. А функциональное, когда у нас либо два полутаза, да, то есть, как показать, то вот, между ними крестец, да, либо они в ротации находятся, то есть, вы в зеркало можете увидеть, там, да, не симметрично находится таз, да, одна половина куда-то вперед, другая половина куда-то назад, например. Либо одна половина вверх, другая половина вниз. Либо стопа свод на одной держит, другой не держит. У нас возникает разница длины конечностей. Как вы думаете, вы присадите симметрично или несимметрично, там, со штангой? Да, вообще просто. Соответственно, та конечность, которая короче, да, и будет страдать. Да, она будет опорная, человек будет на нее садиться, человек будет ее всегда при шаге использовать в большей степени, да, то есть, даже если послушать, как он идет, что у кинезиологов, как упражнением используется, да, человек идет, и по звуку шагов слышно, что одной ногой он шагает громче, другой тише, да, одну приставил, а другую оперся. В общем, пока шагает, там, может, ему и нормально, но вот только не для тех, кто занимается фитнесом, спортом, там, и все подобное. Синдром грушевидной мышцы, который, соответственно, тоже связан с нестабильностью таза, наблюдается он чаще, чем плоскостопие, по словам, там, физиологов американских. Вот. В чем его суть? Это вот слабость ягодичной мышцы, одной, да, как правило, на которой мы вот сидим, целый день на работе, которая у нас находится в гипотонусе, ее слабость компенсируется грушевидной мышцей, которая загрегает ниже ее, и она компримирует там седалищный нерв. Вот очень много людей приходят, которые более стреляющие по ноге, более связаны с седалищным нервом, которые не имеют отношения к грыжи на самом деле, да, хотя грыжа может и быть, но причиной ее являются именно вот игрные точки укорочения грушевидной мышцы. Вот. Проблема настолько рассоединена, что, ну, реально у каждого второго можно ее диагностировать и найти нестабильность сразу, укорочение грушевидной мышцы, компрессия там седалищного нерва. Вот. Причем боль может быть идти по нерву, может не идти по нерву, может просто быть слабость. Можно даже визуально у многих увидеть, что одна ягодица больше, другая меньше, да, потому что седалищный нерв может ягодично компримеровать нижнее ягодичное сплетение нервное, а этот нерв иннервирует ягодицу. Да, ягодица меньше становится, с одной стороны, с другой стороны больше. Вот. То есть в нормотонусе остается. Так, соответственно, косо скрученный таз, да, тема сложная, тем мы коснемся так достаточно поверхностно, но если вы чувствуете, да, что миофасциальный релиз вы совершаете за дня в день, а триггерные точки, там, скажем, среднеягодичные, там, или приводящих мышцах как были, так и остаются, да, там, или все равно вы раскатали, два дня прошло, там, опять, ну, мы сейчас говорим о регион таз, да, там, раскатали, два дня там она прошла, опять это вернулось, то, скорее всего, у вас есть проблема тазового региона, он скручен, возможно, вы видите это в зеркале, возможно, не видите. Ну, вот, здесь уже, как бы, вам тяжелее будет самодельно, справиться и самолечение, да, единственный вариант, который, вот, связан тоже с разной длиной ног, да, и который можно применить в этом случае, иногда он срабатывает, это потянуться на поперечный шпагат короткой ногой назад. Пока непонятно, да, почему так, потому что передний наклон полутаза у нас провоцирует удлинение конечностей, соответственно, нам нужно стеснуть на шпагат, так, чтобы самоположение у нас имитировало и, как бы, провоцировало правильное положение полутаза. Вот, как правило, в эту сторону человек и не может вообще, и не сесть на шпагат на поперечный, вот, и вообще тянется в эту сторону хуже. Вот, хотя, конечно, косо-скученный таз это вопрос, который должен диагностироваться, там, лечиться специалистом, это так просто, вот, попробовать, и на самом деле, бывает получается, бывает не получается. Вот, это уже проблема более сложная. Вот, опять же, тоже привычка сидеть там на бумажнике, там, или на подложив ногу, да, там, если не скрестив ногу, то подложив ногу, да? Сидит на бумажнике, это может еще полным взросеством. Не, а в общем человек может не замечает, ну, там, в заднем кармане у него бумажник, вот, он сидит, как бы, хорошо себя чувствует. Если не замечает, то тоже, где можно за ночь. Да-да-да, что-то тут не так. Ну, вот, слева диагностическая проба, которую можно диагностировать, там, слабая средней ягодичной. Ее боль тоже имеет отношение к спине. Часто проведя миофациальный релиз этой мышцы, средней ягодичной, боль в спине проходит. Вот, и, собственно, если вы видите, что стоя на одной ноге, там, у вас таз начинает наклоняться в сторону, вы можете диагностировать эту дисфункцию себя, да, и, собственно, заниматься миофациальным релизом, а последствия укрепления средней ягодичной мышцы. Вот, вот как он выглядит, миофациальный релиз средней ягодичной, да. Ну, вот здесь-то непонятно, зачем он может пояснить, да, там, где-то, наверное, выше. Вот, скажем, даже большой ягодичной. Вот, вы можете использовать роллы для этого. То есть, понятно, что, если человек работает над мышечным дисбалансом, оно, как у него, все равно, оно болит, все равно он не проходит, либо проходит на меня долго, нужно уже обратиться к специалисту. Но очень часто, что проблема местная, когда проблема местная, она решается также, да, с местным воздействием. Вот. Вот реабилит средней ягодичной, у меня фасциальный, да, с помощью мяч и катания снова. То есть, вы можете при тренировке, перед тренировкой, допустим, либо между тренировками активно это использовать, для того, чтобы функционально ваши мышцы работали, включались движением. Вот. Разные варианты тоже миофасциального релиза. Соответственно, раскатывается здесь напрягатель широкой фасции вверху, широкая мышца, да, которая тоже является стабилизатором, отчасти, не имеет отношение к коленному составу, да, является, естественно, стабилизатором. Вот. И ее релиз тоже нужно использовать, если есть проблемы с коленом. Малая грудная, вот, правом верхнем голову. И средний грудной отдел. Кстати, на ролле рекомендуется прорабатывать только грудной отдел, ну, может быть, там, нижней шейной, да. По пояснице кататься не очень желательно, потому что... Да, во-первых, усилит лордоз, во-вторых, в грудном отделе есть стадиобра жесткости, это наши ребра, да, которые компенсируют это воздействие. Ну, да, давящий момент, чтобы позвонок вовнутренне ушел, у нас ребра удерживают, да, и спину в грудной отдел. Поясница уже ребер нет, да, и мы можем просто усилить лордоз, либо там спровоцировать смещение позвонка там куда-то дальше, там, через остистое тросток. Вот. А в грудном отделе мобилизация очень даже должна использоваться. Это тоже имеет отношение к мышцам шеи, да, к чему мы начали там, да, говорить. То есть, места крепления длинных разгибателей как средний отдел. И когда мы мобилизируем этот регион, у нас мышцы шеи, ну, более-менее приходят тонусы, как и сам массаж. Их является протрузия и грыжи. Ну, вот, тема, конечно, отдельная и очень... Выглядит еще хуже, чем звучит. Выглядит, да, еще хуже, чем звучит. Протрузия у нас называется только выпирание еще до самого фиброзного кольца без выпадения пулькозного ядра, сединистого тела. Вот, если кто не понял, то это структуры такие, о которых мы говорим, это между позвонками находится. Вот. Во многом это вопрос ответить, как тренироваться с грыжей или протрузией, вопрос индивидуальный, да, потому что нужно смотреть МРТ, нужно смотреть, какую сторону она выпирает. То есть, это тоже очень сильно важно, да. То есть, есть протрузии вентральные, дарзальные, да. То есть, по месту выпячивания самого фиброзного кольца по локализации мы можем понять, будет защемляться диск, не будет защемляться диск. Будет она, там, как у грыжей шморли, там вообще ни на что не влияет, да, только на смущение позвонков. То есть, грыжей шморли, когда грыжа вдавливается выше лежащий или ниже лежащий позвонок, вот прямо вертикально. Вот. Будет ущемление спинномозгового канала, не будет ущемления. Соответственно, мы видим здесь, да, там внизу нарисована циркулярная протрузия, когда диск у пячица равномерно. Дарзальная, да, то есть, в сторону спины. То есть, не в сторону вентральную, в сторону живота, да, в обратную сторону. Вот. Фораминальная, когда идет уже немного вбок, да, это страшнее. Равномерная, это не очень, ну, в смысле, такая лайтовая, назовем его, грыжа, медианная протрузия и вентральная протрузия, да. Вентральная – это вперед. То есть, соответственно, самые плохие – это форминальная и парамедианная, да, грыжи, которые идут уже конкретно в сторону корешка и могут его защемлять. Хотя на практике это достаточно редкий случай, то есть, когда боль, именно, и запережать нервную корешку. То есть, действительно, да, человек получил, допустим, травму и у него зажало корешок и боль такая, что не блокируется ничем, кроме, там, блокады и тогда этот человек, там, не то, что там, представляете, у него в голове такого мысли нет, у него, там, лишь бы дойти, там, довезли его до больницы. А если боль в спине такая, что болит, ну, походишь, походишь и расхаживаться, да, или так болит, то не болит. Вот, чаще всего это проблема мышечного генеза уже, а не самой грыжи, даже если грыжа есть. Вот, тоже, да, в виде грыж другая классификация, более наглядная, наверное, да, где находится спиной мозг, где находится само стенице ядро и брозное кольцо, куда она может выдавливаться и по направлению, вот они делятся на медианной, парамедиальной и фораминальной. Еще есть парафораминальная, это самый неудачный вариант для занятий, там, пауэрлифтингом, поскольку присутствует осевая нагрузка. Но, опять же, если грыжа бывает компенсированная и у вас нормально работают там мышцы, мышечные церкви, все в балансе, то вы вполне можете заниматься с адекватным для вас весом, поскольку, ну, никогда не получится исключить осевую нагрузку полностью, да, вы ходите, вы сидите, вы стоите, осевая нагрузка всякая, постоянно, да. Да, да, вопрос просто вашей... В большей или меньшей степени она будет. Вопрос просто вашей адаптации, да, как мы говорили, ресурсы и адаптации. Вот мы, да, коснулись, коснемся сейчас свода стопы, как такового, да, о чем мы начали, и кто спрашивал, что такое свод стопы, когда завален, и с чем это обусловлено. А вот чем, вот там, где написано подошвенная, пяточная, надевидная связка, у плоскостопов часто болезненно. И, в принципе, когда проблема свода стопы, вот это место, оно болезненно, когда вы нажимаете пальцем при пальпации, или, может быть, даже в обуви. Связано это с тем, что свод этот, это левая нога, да, если не понял, да, 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 если кто не понял, да, и это свод, он когда заваливается, то себя скончает натягиваться. Вот. Соответственно, продиагностировав себя болезненностью, то можно предположить, что ваш свод немного не в тонусе, ну и внешне, естественно, так выглядит, то, что свод завален, да, вовнутрь. А задняя большеберцовая мышца, это глубокая мышца голени, которая как раз фиксирует этим кости стопы, которые образуют свод, и при ее слабости свод и валится, да, при ее силе свод восстанавливается, ну, если так говорить упрощенно. Вот, то есть наша задача будет при работе с плоскостопием, например, да, это раскатывать подошвенную фасцию, с помощью мифосерного релиза, то есть становиться там стопой на мяч, да, и, соответственно, прокатывать уплотненные участки фасции, укорочения, которые там возникли за годы хождения на плоской подошве, да, это я имею ввиду стопу. Вот, и укрепление вот этой мышцы задней большеберцовой, которая будет нам держать свод. Вот, видно, как она крепится здесь снизу, да, как она зеленым подходит задней большеберцовой мышцы и, соответственно, не держит. И вот этот баланс длинной, короткой, малоберцовой и задней большеберцовой, оно нам показывает, на каком положении у нас будет стопа сама по себе, либо на инверсии, либо эверсии, да, либо человек будет, как бы, с варусом, либо с валюбусом, да, смотря на что в гипертонусе. Соответственно, и справить мы тоже будем. Также воздействие на эти мышцы. И, как бы, на практике я вижу, что это возможно, это тренируется, вот, и мы можем на это повлиять. А вот какое самое простое упражнение для задней большеберцовой. Ну, здесь написано передней большеберцовой, слайда, вот, похоже, не нашел, а разница в том, что у нас стопа должна быть опущена вниз, чтобы не подключалась передняя большеберцовая и длинный разгибатель пальцев, да. То есть, стопа вниз, и мы делаем внутреннее вращение, да, стопы, но не бедра. И задействуем как раз глубокую мышцу задней большеберцовой. Вот, для подъема свода. Предварительно, естественно, нам желательно там голени прокатать на валике, там, то есть, убрать все триггерные точки с тех мышц, окружающих ее, и, потому что до нее само тяжело добраться. Ну, вот, соответственно, мы убираем эти триггерные точки, то, что ослабляет, а потом уже начинаем тренировать. Вот, и поддерживать свод этим мячиком, укрепляя, растягивая связки подошвы и препятствия тому, чтобы снова они возникли. По рекламенту у нас есть там поговорить про обувь или нет. Ну, что у нас еще теперь осталось? Ну, у нас, в общем-то, дальше уже другая часть, да? Вот, ну, если коротко, могу... Коротко, просто скажи. Да, скажу о том, что... В обуви, подбирая обувь, вы должны ориентироваться на движение пальцев своих. То есть, в любой обуви вы должны быть сословны, согнуть и разогнуть пальцы стопы, потому что они активно участвуют в биомеканике шага. У нас биомеканика шага складывается из фазы удара, да? Копятка и перекат и потом отталкивание. И когда девушка идет на высоченных каблуках, да? То у нее отсутствует какая фаза? Фаза удара, да? Она сразу же становится на носок. Да. Соответственно, биомеканика шага меняется, потом будет у девушки там из поясницы заболеть и много чего, там, да, из-за стопы. А человек идет, допустим, молодой человек в туфлях с узким носком, фаза у него как раз страдает, фаза отталкивания, да, он ударяет, но оттолкнуть не может, потому что пальцы у него не входят в этот самый двигательный паттерн, да? Не включается в этот режим. Вот. Соответственно, подбирайте обувь такую и для занятий спортом, и для профилактики там, всех травм, возможно, здесь функции, да, чтобы пальцы свободно могли двигаться. Вот. Пальцы должны свободно двигаться, и обувь должна не браться на вырост, там, или на то, чтобы она там растопчется, там, или нет, должно быть удобно обувь уже сразу, как только вы одели, иначе пока она растопчется, вы такие столько там наберете уже дезорганизаций, что потом забадаетесь их всех чинить и лечить. Вот вопрос какой-то, боль в плечевом суставе при определенных углах все не чувствуется при напряжении мышц руки не травмировал. Не травмировал, да, попробуйте, кстати, тоже еще был вопрос про то, что боль при заведении руки за спину, это часто ограничение ротации, это, как правило, укорочение подосной мышцы, ну, триггерной подосной и укорочение подлопаточной мышцы, то есть попробуйте провести миофасальный релиз, потом перепроверить эти движения, которые вызывали боль, хотя бы должно быть какое-то изменение, ну, как правило, я думаю, что вы почувствуете разницу, вот, если разница есть, то определенные эти мышцы уже задействованы, ваш двигательный стереотип, ваш двигательный болевой паттерн. Ну, всем здоровья, движения без боли, вот, что можно вам пожелать, все, что можно было, в принципе, сказать на расстоянии и по поводу индивидуальной самодиагностики, я думаю, мы вот сейчас сделали, как я уже берил, да, то есть мы будем отвечать на вопросы, которые в графе. Вопросы. Ты можешь пока начать. Да, да, фастеохондроз, второй период, второй период шейного и поясничного отдела позвоночника, боли нет спины, хочу большой пауэрлифтинг и запредельные веса, позволите мне здоровье это сделать. У каждого свое понятие про запредельный вес и я думаю, что остеохондроз тоже понятие растяжимое, вы конкретно должны бы указать, в чем конкретно дисфункция, какие грыжи, протрузии, нестабильность или как вообще это произвляется, остеохондроз, какие исследования к темам проходили. Боли в спине нет, хорошо, я думаю, можно тренироваться, единственное, что вес должен быть, конечно, адекватный, не запредельный, как вы указали, а адекватный вашей адаптации и вашим способностям. Для полной консультации, конечно, нужно исследовать уже ваши проведенные исследования и их уже анализировать. Привет, привет, уже год беспокоит не в спине, МРТ нормальная, грыж, боль появилась при кивке таза в приселе и сейчас стоит немного принести нагрузку на спину, сразу ломит поясница, и когда сижу, начинает ломить поясница, к кому обратиться. Если спрашиваете, к кому обратиться, то к кинезиологу или остеопату однозначно либо хорошим массажисту, только массажисту, а не массажеру, то есть он не просто вас вниз до верху отхагрил, а чтобы он мог провести анализ и, соответственно, рассказать, как вам двигаться дальше. не отгрыж нормально, но есть нестабильность таза, скорее всего, потому что ломит поясница, был изначально кивок, то есть, видимо, не хватало растяжки, либо была в технике какие-то грехи. Ломит поясницу, когда сижу, это и есть как раз нестабильность таза. еще с подвздошкой. Да, скорее всего, подвздошная укорачивается и она как раздает боль в положении себя в большей степени. Вот, поэтому вопрос к тазу, нужно смотреть тазу, почему он компенсировал спину. Ты, какой крутой вопрос. Юрий, почему вы такой харизматичный? А сейчас и я. Да, сначала, когда я не увидел, кто написал, думал, какая-нибудь девушка, как всегда. Вот, вот так получилось. После приседа в течение двух дней левое колено будет немного сковано. Если долго сижу, как будто затекает и ходить неприятно, хоть разное суставо бывает, но вот полностью тоже неприятно. Но боли нет. Дисбаланс прямой и подвздошно-поясничный, скорее всего, о чем мы говорили. Скорее всего, либо прямая в гипотонусе мышца, либо подвздошно-поясничная. Вот, сделайте то, о чем мы говорили, проведите стрейчинг и микрофициальный релиз. Прямой и подвздошно-поясничный, прежде чем продолжать тренироваться в том же режиме, например, да? Ну и, конечно, если для успокоения сувести, можно сделать более полноценное исследование. Можно, пока отвечу. Тут вопрос по поводу касания локтей бедер. То есть, локтями бедер во время приседа. Кто-то говорит, что у меня бывает, у Алексея, но у меня не бывает такого, что я локтями. То есть, у нас, по правилам, запрещено упираться локтем в бедро. То есть, получается, это считается как за помощь. Вот. А когда у тебя, получается предплечье, да? Получается вот эта часть предплече касается, да? Идет в касание с бедром. Эта помощь не считается. Это просто лишь, ну, внутрение. Вот. Поэтому это нормально, ничего страшного. То есть, вот когда у тебя прям идет упор в бедро, во всем, это да. То есть, будет ноу-лифт. То есть, вес защитным не будет. А просто касание предплечием и ничего страшного. После операции болит левый заберем состав. Наркоз делали в левую ногу. Не часто, но все же прошло время и даже 200 тяжело стало. Более 200 вообще трудно, как я раньше тягал только так. После операции нужно, что-то уточнить, после операции на чем. Вот. Обратиться бы хорошо к остеопату, потому что, если операция какая-то была обширная, да, обширного региона, то, возможно, просто даже по спайкам. То есть, нарушился тонусно-мышленный дисбаланс даже, может быть, в цепях каких-то. Естественно, будет тянуться по-другому, потому что уже было вмешательство хирургического характера. Вот. Естественно, могут компенсации тоже перестраиваться. Прерабатывать с более низким весом с метрией, асимметрией и, конечно, да, остеопат, кинезиолог вам в помощь. Вылетает плечевый сустав из составной сумки делаем РТ с количеством в норме. На МРТ складывается в норме, но сустав вылетает. Ну, если один, то, скорее всего, проблема в ротаторной манжете. Вот. Делать упражнения, укрепляющие наружную и внутреннюю ротацию, это их раз мышцы, которые окружают плечевой сустав. Упражнения на подосную, на подлопаточную мышцу. Вот. Если вам не только один сустав страдает, то, возможно, есть какая-то проблема с соединительной тканью, почему идет сверхизбыточная, допустим, избыточная мобильность самого сустава. Либо, может быть, был вывих когда-то какой-то, который до конца еще не разошелся. То есть, компенсация еще не сработана до конца, и он при возможности вылетает. Тут еще вопрос в Инстаграме. Как лечить плоскостопие, ну, помимо стелек? Помимо стелек, есть варианты, да. Есть упражнения для задней большеберцовой мышцы, есть упражнения, которые мы вкратце коснулись. Я думаю, что более полное видео тоже потом снимем, несколько упражнений. Я думаю, можно поискать даже в сети, но укрепить заднюю большеберцовую мышцу, мышцу, которая держит свод. Вот, и активно переобучив мышцы правильному двигательному движению, можно исключить плоскостопию, то есть добиться его минимального воздействия, поднять свод. на время восстановления, естественно, где свод держать под средством в теле. Ну, вот, это упражнение по мышцам, другими словами. Укреплять мышцы, которые образуют свод. Вот. Нет боли во время выполнения, но после криста это у тебя ощущение в поясничных мышцах, именно в поясничных или в мышцах поясницы, как будто долго восстанавливаться, работать на технике. Читай сразу, как бы понимаешь, что человек не знает, но то ли ты, как и знаешь, хотя бы. То есть, непонятно сам вопрос, работать на технике, ну, наверное, технику там не видят, не знаю, если ее рейс не то не очень. Можно отразить название специальной литературы. Да, можно, можно озвучить, я озвучу Дэвид Лив, прикладная кинезиология, Тревел Симмонс, миофасциальная боль и дисфункция, Пергерсон, миофасциальная боль. Если надо будет, напишите потом в личку, я вам расскажу. Почему болят колени после тяги? Хороший вопрос, да, что в коленях, что в технике и по тяге болят колени только после тяги. В колене или просто с внутренней стороны сухожилия, это тоже как бы большая разница. то есть, как мы и говорили, в начале очень важно, чтобы вы конкретизировали по максимуму, в каком период движения болит, где именно локализация боли, потому что для диагностики там заочной просто сказать в колене после тяги, ну блин, тут может быть столько причин, что мы тут три часа будем только их пересислять. Боли, с самой кисти есть шарик. Знаешь, такая тип шучка, бывает. Что-то при режиме лёжа при всеми штанге успела острая боль. Товречник, если не строй, может, я могу гонглей. Тяжелый вопрос, соответствую, с... рекомендовал бы сделать исследование более подробное, потому что, да, может быть, это какое-то смещение внутри запястья, да, может быть, это какой-то уже там дисфункция более глубокая, которая диагностировалась, там будет при УЗИ. Вот, поэтому лучше сделать исследование. У меня так заочно теперь на те же бороться тяжело. И у нас остается последний вопрос, на который мы успеем ответить. А где? Поверь. Какой еще? Пока что не надо. Сейчас будет внимание, вопрос по песне. Ну, по присну здесь, конечно же, все просто. Стаешь, приседаешь, не подкручиваешь поясницу, выживаешь колени в сторону. И как кто-нибудь еще сказал бы, не уводишь колени за мыски, и все, и вопрос решен. Что еще? Вопрос. Ну, вопрос по присну, видимо, вообще печатается. А, мы, наверное, на него же не успеем ответить. Угу, угу. Вместе с ней возникла боль в правой ноге внутри. Так, брови. Ты при ходе не чувствуешь, стоя же при ее подъеме ощутимо. Так же, при приседании в широкое стойки чувствуешь, что в ноге уже боль не ощущается. Боль в пояснице, боль в правой ноге внутри. Причина очень похожа на подвздошно-поясничную мышцу, потому что она крепится к малому вертелу, это красно-нутренняя поверхность ноги и имеет отношение к боли в пояснице. Вот. Но, опять же, нужно смотреть дисбаланс, дисбаланс ягодичных и подвздошно-поясничных мышц. Опять же, стоя при подъеме ощутимо, потому что сгибание бедра происходит, это функция как раз подвздошно-поясничная мышца. Но при том, что ноги узко, когда все ноги, главное. То есть, может, как-то еще с мышц средне-годичной мышц? Да, может быть. Может, средне-годичной является. Счет разворота. Да. Можете попробовать в рамках самостоятельной диагностики лечения произойти миофроцельного действия средних ягодичных мышц. Посмотреть, например, укорочение и триггерных точек. Вот. И подвздошно-поясничные мышцы с этой же стороны. Вот. Хотя вопрос тоже сложный. Нужно посмотреть и протестировать на более овощном приеме и рассмотреть проблемы индивидуально. Ну и на последний вопрос, который я отвечу, на веселом это закончим. Это есть ли пакет для бичей? Ну, смотря какой пакет. Бич-пакет, в смысле этот. мы работаем над этим. То есть, как вы говорите, на более экономичном пакетном. Можно сделать без обратной связи, но обратная связь важна. То есть, в этом вся цельность продукта. Без обратной связи вы не будете понимать, правильно вы изучили материал либо нет. Без обратной связи, конечно же, это бы стоило все намного дешевле. Поэтому пока мы не можем сделать так без обратной связи, потому что, как мы говорим, мы работаем над результатом, то есть, для нас качество обучения очень важно. То есть, это и будет ответ на этот вопрос. Еще раз вам большое спасибо всем, кто пришел, кто посмотрел, кто остался до конца особенно.